Меня зовут Слава Назарова, я кислотолог-эксперт страны СНГ. То есть в мою работу входит моя задача информация по продукции любого рода для того, чтобы сделать продукт более понятный и объяснить, зачем, для чего, в принципе, эти, не знаю, капсулы, зачем и для чего, предположим, в принципе, нам нужно что-то делать с лицом, я не знаю, волосами, глазами и так далее, и так далее. Но поскольку у нас очень большой ассортимент продукции, у нас где-то на данном этапе больше, чем 1200 наименований, запомнить их сложно, если вы не, скажем так, не косметолог, да, и не имеете профильного в этом плане образования, то желательно, чтобы информация, которую вы получали, которую вы отдавали, она должна быть более легкой, да, то есть она должна отвечать на основные потребности человека, которые обозначают словами зачем, почему, для чего, для чего я должна это делать, для чего я должна, там, не знаю, умываться, использовать тоник, там, красить волосы. Вопросы для женщин, поскольку это касается больше всего, естественно, женской аудитории, они такие, знаете, риторические, да, потому что если вы в своих группах, например, задаете такой вопрос, вот, а зачем ты ухаживаешь вообще за собой, ты утром встаешь, умываешься, что-то причесываешься, там, я не знаю, зачем ты это делаешь? То есть первый вариант будет у человека такой, ну, ну, как, ну, да, ну, вот зачем? Ну, два-три слова, вот для чего? То есть что мама научила, ну, в принципе, много чем у нас мама учила, да, в суде мы это делаем в течение жизни. Ну, и вот такой вот вопрос, в принципе, он такой, как психологи говорят, экзистенциальный, то есть вызывающий какую-то внутреннюю проблему, даже не проблему, а для чего? Для себя самой, для чего? Для того, чтобы хорошо выглядеть, для чего? Для того, чтобы нравиться, для чего? Кому нравится, себе и другим нравится. То есть вот это, ну, не каждая женщина, наверное, может это вот так вот сказать, да, там, как бы, ну, может быть, вот часть поколения, оно из бывшего Советского Союза, да, и там это, ну, как-то, как у меня бабушка говорила, вертихвосткие, да, то есть это было как-то вот не очень, как мельфо, да, и ты должна трудиться, ты должна быть, вот, трудолюбивой, ты, например, ей-ей-ей, да, там, с вилами на танк, аня на скаку и так далее. Вот какая должна быть женщина. А потом поменялись времена, оно поменялось так быстро, что вот как будто, знаете, как, ух, а мы где, да, то есть вот часть того поколения. И даже, ну, моё поколение, мы всё равно это захватили, да, там, и поэтому сейчас девчонкам молодым лечь, точнее, не надо объяснять, зачем им нужен. Тоник, молочко, гель, подгель, пенку там и так далее, капсулы, они сейчас на себя всё, всё мне, у меня морщины, 18, мне всё, что у вас против морщин, то есть всё, уколы там. Вот 18, 20, 25, не надо говорить, зачем, им нужно сказать, вот у нас есть такой, там, ну, для чего. А вот более взрослому поколению зачем? Это нам, нас все это касается. И в частности, самая, вот из нашей продукции, сей, самая, наверное, сложная категория – это уход за лицом. Почему? Потому что продукции много, да, а эффекта, вот молодое поколение орехлым у нас будет, тоже не надо будет объяснять, зачем. Продуктов много, и эффект виден не сразу, да? Ну, его не видно сразу. Это не помада, это не краска, это даже не средство по уходу за телом, не ароматы. То есть это не видно сразу, поэтому тут степень доверия. Тут посмотри на меня, и очень много от нас с вами зависит, как мы выглядим, да, там. Татьяна, можешь смело об этом говорить, что у него посмотришь, что я хочу там. Да, а если человек, например, приходит, знаете, есть такое выражение, на его лице сидели, и он предлагает рефлейт. Да, и я думаю, что, ну, далеко не каждый захочет быть, вот, по коже. И когда мы говорим, вот, мне бы для начала, я бы хотела вас просто познакомить с этим органом. Вот. Мы как-то не воспринимаем его серьезно, на самом деле, ну, кожа и кожа. Да, там, как бы, желудок, вот, мозг, это важно, там, не знаю, почки, печень, мы думаем о том, что мы кушаем, а кожа, ну, вот она вот, ну, когда-нибудь. А на самом деле, это самый большой орган человеческого тела, в принципе, у всех это. Это действительно самый большой орган. То есть он, 60% лаги, организм, это кожа, вода, да, 100 пор на каждый квадратный сантиметр. Ну, вот, возьмите, подчеркните, вы поймете. 20, 200, около 200 рецепторов разных, холод, больно, хорошо, тепло, жара, щекотно. Вот более 200 рецепторов находятся на каждом квадратном сантиметре. Ну, как бы, грубее, толще, естественно, на подошлах, да, там. Тоньше, у вас эта презентация, если что, я оставлю, она будет, да, там, толще на подошвах и ладошках, и тоньше на веках. И где-то в течение жизни 18 килограмм ордовевшей, вновь замененной кожей у нас уходит. 18 килограмм. К чему я это хочу сказать? Вот последний очень интересный момент. Мы все боимся перемен. Ну, я, мало людей, которые скажут, я люблю перемены, я прям их жду, я их прям делаю, все боятся, это страшно. Ну, вот, особенно, еще раз говорю, более такое поколение, которое более взрослое, оно только более ригидное. Например, ау, давайте подождем, вот с такой еврейской ромоткой, а может быть, вот кто-то вперед. То есть, вот как-то все боятся. И никто не понимает, что мы все равно меняемся. Мы все равно меняемся. У нас меняются клетки кожи, у нас меняются клетки сердечной мышцы, клетки мозга, они меняются. Нету одной клетки, которая родилась с нами и дальше с нами в случае путешествует, ее нет. И поэтому есть такая очень интересная теория. Это нам кажется, что мы не меняемся, да, а наш организм, ну, вот условно говоря, давайте так, ну, так я обобщу. Вы, каждый сидящий из вас, уже не тот человек, что был пять лет назад. Он состоит из других клеток, уже новых. И вот это интересный момент чем? Тем, что, чтобы этот процесс, переход, он не был такой, то есть, как бы пояснение информации, он не был такой сложный. Он должен быть понятный для чего? Для того, чтобы ухаживать за собой, потому что мы меняемся, и в наших руках есть возможность, знаете, как говорили, что путь не ищут и устроят. И в процессе стройки меняется и сам тот, кто ищет. Поэтому для чего? Для того, чтобы мы чуть старше, выглядели чуть лучше, чем сейчас. И вот очень интересный момент. Я не очень люблю страшилки. Знаете, когда, что вот если ты не будешь пользоваться кремом, у тебя вырастут усы, прыщи, там, я не знаю, что еще, может быть, выпадут волны. Ну, то есть, ну, можно там много нас страшить. Но вот это действительно такое, более, были проведены исследования, и эти исследования вот здесь вот обобщены. Это хорошо и интересно делать в группах. И прямо вот, возьмите зеркальце, возьмите зеркальце, посмотрите на себя. Вот вы сейчас видите, да, там, не я вам буду показывать, что там морщинка, тут морщинка, тут обвисло, тут опять морщинка. А вы сами будете на себя смотреть вот по этому плану. Значит, по 20 годам, в возрасте практически идеальной кожи, да, кровной и так далее, мы прибавляем определенное количество баллов, то бишь лет, в зависимости от того, что есть это у вас или нет. Ну и вот, рассчитайте, сколько, собственно, у кого лет. И как, и как, и потом ответ, ну, нужно ли что-то делать, да, там, если есть возможность, почему бы не использовать ее. Потому что мы все думаем, что у нас еще очень много времени впереди, да, там, а на самом деле, как бы, чем раньше мы начнем, тем лучше мы будем выглядеть. Дальше мы говорим про комплекс, именно, почему про комплекс, потому что это, я бы сказала, это легко, это легко для нас и легко для, как бы, человека, которому мы об этом говорим. Что такое современная женщина? Ну, может, не мне вам объяснять, да, это такое, как бы, вечно улыбающиеся, совершенно со становившимся взглядом существо, которое все время несется. Вот она бежит, здравствуйте, здравствуйте, она все, вот это стресс, она вот в таком вот круге, не важно, какой возраст, да, у каждого свои проблемы, то есть возраст не важно здесь. И поэтому женщине сложно подобрать что-то, ну, то есть она химик, она физик, она менеджер, она, я не знаю, пироги печет, она, она, предположим, она не косметолог, она не знает, как, да, тут появляет свои, говорит, слушай, не забивай себе голову, на, вот на сразу вот это, да, и как бы это легче, потому что ты все равно где-то будешь искать то, чем умыться, но ты все равно где-то будешь это искать, ты все равно где-то будешь искать там крем, я не знаю, там, дневной или ночной, то есть ты все равно куда-то с этим сунешься, ты где-то будешь там что-то выбирать, зачем, да. То есть вот здесь, и нам бы так легче было, если бы нам бы предложили, правильно, то есть вот мой опыт жизни, никто не подходит ко мне с вопросом, Света, какой мне крем выбрать, вот это и честно. Все подходят с вопросом, а как вы думаете, какую мне серию? Потому что если мы, ну, нелогично, если женщина берет один крем, она же вымывается, или, ну, судя по ее лицу, предположим, ей 40 лет, соответственно, она должна как бы ночной средство использовать, крем для обед, ну, что-то, что-то. Если она этого не использует, она похожа на человека, который, знаете, вышел в пати босиком зимой. Вот вроде что-то одето, а как бы вообще ни к чему. Да, или там, предположим, не знаю, в носках и без, там, я не знаю, без брюк мужчина вышел. Вот уже интересно, да, там как бы. В принципе, что-то есть. Насколько это функционально, это непонятно. То же самое и когда мы говорим про комплексный уход. Когда задали вопрос, у нас тоже мы перед Воронежскими лидерами была вот такая встреча, и у нас, нажми на этот директор цвет, а как бы, вот, охарактеризовали бы, вот, что бы вот мы делаем женщине, ну, про этот набор вообще в таком текстовом ходу. Я бы сказала, мы ей облегчаем жизнь, вот честно. И себе, и ей. И как бы это понимается, я говорю, она все равно куда-то пойдет. Почему бы не предложить наш продукт? Он хороший, качественный. И вот здесь мы встречаемся с тем моментом, что, как бы это сказать, не все знают, для чего, что нужно. Вот, когда мы говорим про очищение и тонизирование, да, там, как бы, понятно. Умываться надо по утрам, надо, надо умываться по утрам и вечерам. Все это знают, помнят, да, там, как бы. Никто против этого не скажет, что нет, никто не по ним трубку не скажет, знаете, Светлана, а я не считаю, что нужно умываться. Вот я не считаю, ну, нет таких людей, потому что мыться нужно, да, там, как бы. Окей, хорошо. А когда касается тоника, это сразу возникает такой вопрос. А он зачем, да, вот, зачем он нужен. И мы начнем с очищения, в принципе, у нас за день на коже скапливается до 50 грамм сала и где-то, ну, выделяется около, наоборот, выделяется около 20 грамм сала, скапливается, да, и 50 грамм пота в целом, в среднем, за сутки. Да? Необходимость очищения, я думаю, да, там, как бы, она, ну, не поддается сомнению. А при том, как бы, одна из страшилка наших тоже лидеров мне еще рассказали, а я, она говорит, Света, я вообще, как бы, я не скромничаю, я не вы, я вот не интеллигентная. Тебе сразу говорят, знаете, ты не будешь умываться, у тебя заведутся грибы на коже. Еще, самое главное, не медицинского образа нет, а она права, она права. У нас на коже есть определенное количество бактерий, которые, по идее, находятся в спящем состоянии, да, если мы ухаживаем за лицом. А если мы забываем, раз умыться, два умыться, три умыться там, они, ну, так, что такое вообще? У нас, оказывается, жить-то можно, и ей, вода есть, сало можно есть, да, воду пить, и все начинается. И когда смотрят, говорят, действительно, она права, то есть начинается размножение воздействия в артерии мяса. Обязательно нужно очищение утром и вечером, и это должно быть с очищающим средством. И это тоже, я думаю, что понятно, потому что, ну, знаете, вот, меня умиляет вопрос женщин, а я утром умываюсь водой. Отлично, а почему только водой? Кожа ночью работает, она также работает, она также все выделяет, в немножко другом режиме, но она также работает. Почему водой? Ну, а что, у меня же макияжа нет, ну, а что, больше ничего на коже нет, да? То есть вот два раза в день это обязательно, это не, понимаете, я сейчас говорю не то, что сидели ученые, арифлейм, взяли и придумали. Вот думали, думали так, ну, нет, дай-ка вот съездить на Светлана в Саратов, и вот расскажи, что вот именно, вот, как бы, мы придумали. Нет, это обычная схема, так должно быть, это нормально. Что касаемо очищающих средств, хочется сказать, что, на мой взгляд, одним из, одним из таких слов главных, когда мы говорим про уход за лицом, нашу косметику, а оно должно быть такое, у нас есть все. Ну, у нас реально есть все на рынке, вот все, что представлено на рынке, есть у нас. У нас есть очищающие гели, у нас есть очищающие пенки, крем-гель, молочко, которое там мутирует потом в гель, да, гель мутирующий в молочко, три в одном, два в одном, что вы хотите, вот что еще, мыло, есть у нас мыло, да, то есть, вот, если какой-то карпризный покупатель, там, ну, пытается выщемиться, все, есть, у нас есть все. И это касается очищающих средств в том числе, почему? Потому что важно очень, каким очищающим средствам девушка, молодой, что-то мывается. Например, жирная кожа, жирная, пористая кожа, она не любит молочко, она любит, чтобы мылилась и кожа потом скрипела, понимаете? Вот поэтому, если у человека жирная кожа, летом, в такую жару особенно, что гелевые текстуры, да, кремы гелевые текстуры, алоэ очищающие средства, великолепный вариант, да, в таком случае. А сухая кожа или обезвоженная кожа, или зимой, предположим, вот там уже нужно текстуру помягче, там молочко, там пенка, да, то есть, и вот у нас, еще раз говорю, у нас это все есть. Что касается тоников, мы уже много на эту тему говорили, знаете, как вот есть общая такая избитая фраза, да, там есть в интернете, в учебниках косметологии, там и так далее. Тонизирующие средства сужают поры, сейчас, тонизирующие средства убирают остатки макияжа, сужают поры и подготавливают к нанесению крема. Вообще ничего непонятно человеку, который, вот, ну, да, там, предположим, да, без образования, да. Ну, во-первых, единственный миф, в принципе, все правильно, кроме того, что поры сужают, а он не сужает, он не раскрывает, их нельзя раскрыть, там нет дверей, и не сужает, да, даже к стену тоже нельзя, да, вот это вот сужает, и это немножко другой момент. Но что делает тоник? Он действительно удаляет остатки очищающего средства с лица. Те метроскопические остатки, которые мы не видим, удаляют, ну, то есть, мы умыли воду, мы смыли, все равно нужно пройтись тоником, это раз. Во-вторых, он меняет PH, как бы регулирует PH в зависимости от того кожи, в зависимости от того, какое очищающее средство там было перед этим. Молочко, да, или гелевая текстура, или, ну, там, пенка, предположим, и так далее. И что такое подготавливает? Он выполняет такую роль, знаете, как администратор в ресторане. Вот мне очень нравится это сравнение, на самом деле. Да, вот мы с вами приходим в ресторан, да, и вот мы приходим, да, и нас встречает дезинокный сад, молодой, красивый, брюнетка, и глаз такой говорит, ой, девушка, здравствуйте, очень приятно. Что, когда мы хотели бы шашлака поесть? Очень приятно, хорошо, пойдемте вот туда, вот за столик, вот сюда, вот так, солнышко, солнышко, пожалуйста, бебебетно, туда, и вот он вокруг нас пляшет, да. А когда там, а что, можно сейчас приглашать официанта, потом несколько раз не подходит еще, ну, как, ну, как там, и так далее. Или вы приходите, ну, да, вот такая ситуация. И вторая ситуация, мы приходим, а там, никого, ей-ей, а кто-нибудь, а мы вот тут, это самое, столик заказывали, а кто-нибудь, а нас никто не ждал. Ну, вы какую ситуацию выберете? Ну, первую, безусловно. Вот такую функцию делает Тони, да, он провожает очищающие средства, «До свидания», Ельпенко, очень приятно, что мы с вами познакомились, его хорошие, «Здравствуй, Крем», да. В принципе, это, если говорить это юморным языком, да, он проводник своеобразный такой, от одного средства для другого. Но последние научные исследования показали, проводились исследования американскими учеными относительно действительности, как глубоко поникает косметическое средство, нанесенное после Тони, оно на какую глубину, и как равномерно, и насколько глубоко и равномерно проникает косметическое средство без Тони, на коне, нанесенное без Тони. В принципе, оказалось, да, что, ну, удивительное, на самом деле, исследование, потому что вот тот химический язык, которым могут косметологи или биологи, или химики говорить, да, там, такой непонятный немножко, понятен косметологу-косметологу, выравнивает оно и так далее, а обычно у человека непонятен. А здесь получилось так, что, ну, условно говоря, кожа, на кожу с тоником, нанесенный следующий крем, да, то есть вот если кожу обработать тоником, и следом нанести крем, он впитывается равномерно на всех участках, независимо от повреждения рогового слоя. Вот что удивительно. И если, например, на кожу нанести, без тоника нанести крем, он, ну, как бы где захочет, там он впитается. То есть он как бы создает вот такую базу для того, чтобы вот средство проникало равномерно по всей коже, а не там, там играем, там не играем, там рыбу сворачиваем, да, то есть вот как бы. Поэтому чем, если мы сможем это объяснить, да, но любой девушке нужно, чтобы вот она нанесла крем на лицо, да, и он, ну, не только во лбу впитался, а в остальных местах так полежать пришел, да, а он впитался равномерно на всех участках. И вот эту функцию, ну, как бы, вот эту вещь на себя берет тоник. И поэтому, а у нас вот чудесный пример вообще, вот эти капсулы, мы про них немножко потом скажем, оптимоз. Почему мы про них говорить будем? Потому что это выпуск, ну, как бы лимитированный, а средства очень хорошие. И как бы исключительно только вот из-за того, что мы, кажется, давно и близко друг друга знаем, но вам говорим, что выпуск лимитированный. Вот, например, вот эти капсулы. Если вы наносите, вообще капсул хватает на одно лицо. Текстура мягкая, хорошая, не на одно лицо. Нормально? Шикарно. То есть хватает на все лицо. Текстура мягкая, очень нежная. Она, как бы, такая для любого типа кожи. Она, как бы, гелево-кремовая какая-то, вот такая. То есть она распределяет хорошо, отлично. Но кожа, у нас девчонки не использовали тоник, нанесли, попытались нанести капсулу, их не хватило. Потом использовали тоник, нанесли капсулу, отлично. Причем и в том, и в другом случае она наносилась на сухую, ну, как бы, слегка влажную кожу. То есть тогда была слегка влажная кожа после умывания, без тоника, не хватило одну капсулу. А потом тоже лицо, да? Только слегка влажная кожа, но уже с тоником. Это вот вообще в этом плане вещь. Прямо вот показатель. Недавно мы на эту тему рассуждали. Поэтому мы говорим, что это обязательно. Обязательно и очищение, обязательно и тонизирование, если мы хотим, чтобы у нас все было отлично. Зачем мы используем средства по уходу за кожей век? Ну, в принципе, можно, опять же, можно не использовать, если мы хотим быстро и качественно постареть. Вот, можно не использовать. Потому что на самом деле первое, что стареет, это первое, где проявляются признаки старения. Это кожа века. Мы моргаем от 15 до 40 тысяч раз в день. Вы можете себе представить? Ну, естественно, не надо считать сейчас моргание, да, там как бы, но просто, как это, поверьте. И вы можете себе представить, насколько здесь кожа тонкая, она тоньше, чем везде, в принципе, в организме. Она лишена подкожно-жировой клетчатки. У нее близко расположены капиллярные сосуды. Ее периодически трепет нещадно хозяина, потому что она делает там какие-то пассы с глазами, теребя ее в разные стороны. Поэтому она страдает, а она страдалец на самом деле, вот этот участок. Поэтому за ней нужно ухаживать, начиная уже, ну, где-то с 20-25 лет обязательно. Кстати, если я говорю, знаете, вот, мамы обычно приводят, у вас был такой случай, что спрашивают, а разве можно, там, предположим, девочке в 15 лет использовать, там, какие-то косметические средства, или, там, в 18 лет. Ей не рано, вот, ну, как у нас сказала наш этот грузинский тренер по продукции, она сказала, он говорит, да, самое главное, не поздно, а то может волосы вырвать за то, что вы ее раньше не посоветовали использовать. То есть вот здесь такой момент, не обязательно антивозрастными средствами пользоваться в 20 лет. У нас есть множество серий, которые предлагают и очищение, и тонизирование. И на этих сериях девочка, девушка учится воспринимать себя через уход за собой, как женщину, да, и учится ухаживать. И у нас есть и средства по уходу за гели, да, там, вот и сериаловый, предположим, там, тоже гели, для 20 лет, да, пожалуйста. Чем лучше кожа увлажнена, тем дольше она сохраняет молодость, потому что вот при старении первая из кожи, конечно, уходит влага. И поэтому мы говорим, что это обязательно условие. Но нежелательно, знаете, в косметологии очень мало нельзя, даже вот капсулы есть, но в принципе можно, но как бы лучше на лицо, да, там. То очень мало нельзя, но много нежелательно, да. Вот, но нежелательно использовать дневной или ночной крем для кожи лица для ухода за кожей век. В принципе, ничего страшного не будет. И когда, да, может, мы это, сэкономим, да, зачем покупать еще один крем? А на самом деле они разные. Они по текстуре разные. А средства по уходу за кожей глаз тестируются офтальмологами. А средства по уходу за кожей векса не тестируются офтальмологами. Это понятно, потому что зачем логически, никто же не знает, что кто-то может, вот, если там написано, да, у нас европейская компания, европейцы не понимают, что если это написано гель для интимной гиены, то это для интимной гиены гель. А не для волос, лица и дальше по тексту купания от новорожденных детей и так далее. Бум, будьте здоровы, совершенно верно. Вот. Поэтому, поэтому средство по уходу за кожей глаз имеет другую текстуру, предназначенную как раз вот для вот этой кожи, для тонкой, для того, чтобы оно быстро впитывалось, для более глубокого впитывания и так далее, и так далее. Поэтому разные вещи, и нужно понимать, в принципе, девушка может взять средство по уходу за кожей лица, дневной крем использовать навеки. Окей, без вопросов, это ее выбор. Ну, как бы, если в этом смысл, когда средство предназначено немножко для другого. Это то же самое, как я однажды наблюдала, вот это то же самое, да, как вот так да не так, это то же самое, когда мы, я ехала в поезде, и мадам, значит, там, девушка внимает крем для рук, вот, нанесла на руки, на ноги, осталась, и она прям на лицо, на шею, крем для рук там, ну, там, условно, как, типа, ромашка, там, что-то. Я, значит, так, я говорю, извините, конечно, там, можно к вам вот обратиться, а, собственно, а что это вы, вот, что, больше нет ничего, да, там, она говорит, а я говорю, а почему вы используете, она говорит, да какая разница? Да, большая разница. Ну, стопы, ноги и веки, есть разница? Ну, наверное, есть. Если человек один, это вся стопа, ну, тогда без вопросов, да, мы не одна стопа, да, мы разные по состоянию, поэтому для разного участка свой крем, да, и поэтому средства по уходу за кожей, вот здесь не важен возраст, потому что беда с теми, кому 20, и говорят, зачем, и беда с теми, кому за 60, потому что они говорят, да, мне уже незачем. А вот это неправда. А вот это неправда, потому что мы будем говорить про антивозрастные процедуры, и сейчас, как бы, средства, которые предлагает наша компания, они очень сильные. Если да, раньше, ну, этого не было, то сейчас это есть. Почему бы сейчас этим не воспользоваться? У нас, как бы хочется, я не знаю, видно здесь, более 18 средств по уходу за кожей век. Все они, ой, разные текстуры где-то. Есть где-то гель, есть где-то крем, есть вот серия коллаген, например, уникальная, с шариковым, и серия true perfection, с шариковым, с массажным, да, и это, опять же, для тех, вот вы говорите об этом, это, ну, на мой взгляд, это показывает, насколько вы хорошо знаете свою продукцию, своим клиентам или консультантам, там, новичкам, более 18 средств по уходу за, там, за лицом, да. Вот такой вот, а вы знаете, ну, а что вы можете сказать про чистую линию? Ну, я ничего не могу сказать про чистую линию. Я могу сказать, там, про Мари Кейли, про Эван. Я ничего не могу сказать. Если вы знаете, ну, скажите. Я могу сказать, что вот в Арифлейн, у нас все с по уходу за лицом. А в чистой линии сколько? Ну, кто его знает? Ну, вот видите, да, так как бы, а у нас и это есть, и это есть, и это есть. Не то, чтобы вы человеку даете выбор, но смотря на него, вы можете сказать, знаете, как бы, я бы вам вот, ну, предложил бы, там, в Шири Оптималс начать, да, там, или, если девушка у нас уже, вот, ну, в таком возрасте, в Королевском, да, там, в Королевский бар, и так далее. То есть, ваши предложения, в 18 средствах, а что мне выбрать? Вот я бы сказала, я потребитель. А что мне выбрать? Вы скажете, ну, вот я на вас смотрю, я бы вам вот рекомендовала, там, вот так, вот так, с этого начать. Самый оптимальный вариант. Дальше мы, знаете, как, сыворотка, это очень интересно, это как тоник. Все о нем говорят, а зачем оно не знает, да, вот, ну, как бы, вот что такое сыворотка, вот она зачем нам нужна, сыворотка. В принципе, как сказать, знаете, вот есть такое выражение, зачем женщине нижнее белье? Да, можно, конечно, ну, не всем, и не очень удобно, но, знаете, как, наверное, чтобы верхнее лучше сидело, правильно? Вот оно нижнее нужно для того, чтобы потом верхнее село очень хорошо. Вот так и сыворотка. Чтобы крем проник глубже и лучше сел, да, вот нужна сыворотка для этого. В чем сыворотка сама по себе, она вообще появилась, понятие концентрата сыворотки в массовом, вот на масс-маркет, на широкий рынок, это вышло где-то, ну, в середине, наверное, 20-го века. Так, чтобы это тоже, да, его выпустили, это сначала называлось там концентратом каких-то там, ну, там, растений, там, еще что-то. То есть раньше это были привилегии только, ну, скажем, привилегии, извиняюсь за патологию, привилегированных особ, да, то есть это, может быть, люди, которые с определенным достатком или там со званием и так далее. А в 50-е годы 20-го века это выпустили прямо всем. Ну, опять же, выпустить, выпустили продукт, а объяснить, что это такое, не объяснили. То есть, по идее, любая сыворотка содержит, в чем ее отличие, да, она технологически сделана так для того, чтобы более глубоко проникать в кожу. То есть глубже, чем сыворотки капсулы, ампулы и любой консервированный вариант, не проникает больше ничего. Это раз. И это, опять же, ну, как бы не нами придумано. Второй момент. Надо понимать, что сыворотка может использоваться как самостоятельное средство, да, или его можно использовать вместе с кремом. Соответственно, сыворотка проникает быстро и тягивает за собой крем. Сыворотка действует быстрее и выраженнее, чем крем. Это надо понимать. То есть, если мы хотим добиться быстрого эффекта, то мы используем средство обязательно сывороткой. Если мы хотим, чтобы у нас, ну, как бы, нас особо не интересует по времени эффект, да, то есть мы знаем, что он будет, мы верим и так далее, то можно использовать крем без сыворотки. Но обычно все хотят много сразу, быстро, сейчас хочу. Ну, просто это, знаете, вот то же самое, когда, ну, вы видели, да, что вот здесь было, когда навинки были, да, то есть, ну, кто только не подошел, не попробовал, не побрызгал, не помазал, это женская, чисто, да. А если бы вам сказали, вот лак, это навинка, но я вам его сейчас в руки не дам и не покажу. А покажу его там, ну, условно говоря, там, позже. Вы бы сказали, ну, что, вот зачем тогда ты нам это показывала. То есть здесь то же самое. Хотите быстро, да, используйте сыворотку. Если есть время, вы будете ждать, используйте крем. Потому что изменимый проклеив, будем говорить, он по-другому функционирует на коже, нежели, чем сыворотка. И действительно он активизирует, впитывается быстрее, легче. Сыворотки бывают разные. Они часть подход для постоянного использования, да, как, например, там, экологен, там, тайм-ребёрсинг, тру-перфекшн. Или сыворотки бывают в виде, ну, вот вариант, там, капсулы, предположим. Это тоже вариант сыворотки, просто немножко в другом формате, да. То есть они где-то курсово, где-то постоянно. То есть здесь нужно ещё сказать, что сыворотка подходит для любого типа кожи. Только самое главное помнить о применении сыворотки. Её нужно небольшое количество, собственно, как и крема. Потому что вариант у меня, говорит, сопрые липлые подушки от вашей сыворотки, она липкая, там, и так далее. Насколько вы нанесли, жмейку, да, там, как бы. Поэтому очень небольшое количество, и если вдруг не хватит кожи, вы поймёте, вы лучше добавите, нежели чем вы попытаетесь больше впихнуть. У нас кожа очень умный уровень, несмотря на то, что она вот молчит. Она много, она больше, чем ей нужно, она не возьмёт. И она отдаст вам. Ну, в смысле, да, то есть ничего не будет. Поэтому сыворотка, как вариант ухода усиленного, да, это, ну, опять же, это вот... Ну, на мой взгляд, это необходимо. И на мой взгляд, как косметологу, например, необходимо помнить, что у нас, понимаете, девушки, я сейчас обращаю девушку, у нас после 35-40 лет начинаются определённого рода такие процессы в организме, да, которые потом могут привести к последствиям. Процессы, приводящие к последствиям, да. И вот здесь уже, милые девушки, нам выбирать, насколько мы хотим быстро видеть эти последствия в зеркале или мы не хотим видеть эти последствия в зеркале, да. То есть вот, и поэтому для этого возраста в особенность, ну, начиная с 35 лет, в особенности рекомендуется дополнительный уход и обязательно использование сывороток. То есть вот от этого никуда не деться. И вот наш, как говорится, легион. И учитывая, что наши сыворотки замечательные, и, опять же, на любой возраст... Я здесь немножко разбила подгопу, вот как сказать обычный, да, там, ну, более простым языком объяснить, да. Ну, вот, одни концентраты, да, тайм-ревёрсинг, тайм-ревёрсинг интенсии, коллаген, более возрастная кожа, да. Это вот бай-бай, где-то морщины, где-то там тусклость, ну, так даже не тусклость, там, может быть, описание овала лица, мелкие морщины, там, и так далее. А вот это, например, мы про... Это как вот... Это своеобразный детокс. Будьте здоровы. Это вот детокс для кожи. Вы хотите вот освежить кожу, вы хотите её почистить, вы хотите её сделать более свежей, да. Вот, пожалуйста, эта серия True Perfection и эта серия шведский спа-салон, сыворотки. Они 30 мл, они, возможно, 1 мл на уход, да, то есть они очень быстро впитываются на месяц. Хватает вообще просто, да, и, ну, даже при ежедневном использовании. Это сыворотка восстановления, если вы хотите вот хорошо выглядеть на самом деле. Эта сыворотка поможет эти выйти там из весны, из весны в лето. Из зимы в весну, точнее, из зимы в весну, да, потому что мы из зимы все выходим слегка несвеже, а это вот прям... То есть это максимальное увлажнение на коже. И вот эти сыворотки, они решают более такие, скажем так, но они дублируют действие вот этих сывороток. То есть как бы такая тяжёлая артиллерия, я бы вот так сказала, да, там, как бы и ингредиенты поактивнее, и так далее, и так далее. И вот мы подошли к дневным и ночным средствам. Вы знаете, это самый такой, наверное, интересный, я бы сказала, момент. Почему? Потому что мы про них считаем, что мы всё знаем. Вот, да, большинство. Вот, ну, почему-то нужен такой крен, ну, чего вы нам все это будете рассказывать про крен? Ну, в принципе, да, нечего. А какими средствами, то есть, вы пользуетесь? Знаете, мне очень интересно, вот, когда мы говорим про правила использования косметических средств, у них же есть правила использования. То есть нельзя просто так взять и намазать. Точнее, можно, но толку будет никакого. То есть вот, когда... О, точно, совершенно верно. Например, да, дай Бог здоровья. Например, мы... Вот кто учился ездить на машине, да, вот, сразу поехали? Вот прям сели, вам сказали, значит, вот это, 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 и вы прям поехали. Нет, не сразу. Почему? А если бы вы сказали, о, господи, я сто раз видела. Вот я сто раз видела, и б, я рядом сидела всегда. Я знаю, вам бы сказали, ну, вперед, давайте. И не просто там две педальки, как у автомата, а все по-взрослому, со сцеплением, со всеми, ну, вот с этим, со всеми делами. Вот вы сказали, я знаю, вы садитесь, начинаете ехать, бах, вперед, бах, туда, бах, назад, бах, старт, бах, машина, бш, водитель, а-а-а-а, весь хозяин машины. То есть, кто виноват? Машина виновата? Вот машина плохая? Нет. То же самое с косметическими средствами, да. Ваш клиент плохой, ваши средства плохие, би-би-би, а как вы их используете, да, там? Ваша капсула, тут на ранней стое, ваша капсула недействительная, они не действуют, не соответствуют за ее действием. Почему? Потому что я их ем уже две недели, а толку никакого. Ну, вот че, вот как вот тут вот? Ну, хорошо, что да, а я быстренько выскакиваю там, и все. То есть, поэтому здесь правила использования, вот смешно, знаете, как мне было страшно, ничего не скажешь, там, селиза богатыб такая стояла, что вообще. Вот, и поэтому правила использования косметических средств, в частности, ну, кремов, да, то есть вот одно из правил – это уход. Очищение тоник, средства по уходу за кожей век, сывороток, дневной и ночной крем должны быть представлены одной косметической фирмой. Не маркой, потому что мы в пределах, второй правил – в пределах одной косметической фирмы можем комбинировать любые средства. Это обязательно условие, потому что по-другому никак не получится. И поэтому дневное средство, оно используется днем, а ночное используется ночью. Извините, как-то так сложилось. Значит, ну, например, что можно сказать, да, там. У нас дневные средства, ну, смотрите, вот нашему организму нужна вода, обязательно, да. Ну, а давайте представим, что человек пьет, но не ест. Ну, вот он пьет каждый день, но он каждый день не ест. Даже через день не ест. Сколько он протянет? Ну, по статистике, ну, где-то дней 30, да. И то вряд ли. А теперь давайте представим, он ест, но не пьет. Еще меньше. Еще меньше. Вот он ест, но не пьет. Вот мы все знаем, что это нельзя. Тогда почему мы думаем, что вот если предложить дневной крем, то тогда ночной не нужен? Она же... Ну, давайте представим, дневной крем – это вода, ночной крем – это еда. И как вот нам теперь? Или к умным, или красивым, или как? Еда и вода. Нужен и дневной, и ночной крем. Потому что у дневного функции и увлажнение, и защита, и борьба с морщинами, и так далее, и так далее. У ночного функции очищение того, что осталось после дневного, какие процессы, восстановление этих процессов, помощь в работе и так далее. А то у нас получается, у нас один крем. Утро, кожа нам типа, ну, дай попить. Не, 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 только мясо. Только мясо. Не, даже, ну, дай водички. Только мясо, только мясо. То есть вот у нас так и получается. А можно менять ночное с дневным? А смысл менять, если у них функции разные? Да? То есть мы же, ну, как мы приходим с работы и ложимся спать, мы же переодеваем одежду, мы же не надеемся в джинсах, вот я сегодня приеду, в брюках, в пиджаке. Ну, это, да, мы сейчас все заулыбаемся, это смешно. А почему тогда у нас, ну, потому что есть день, есть ночь, мы это понимаем. И организм по-другому функционирует. И кожа по-другому функционирует. Она часть организма, да? И, соответственно, разные средства должны, поэтому дневные днем, вечерние вечером. Единственное, что да, у нас есть определенного рода развлечения по возрастам. Да? И бессмысленно использовать. Можно, но не будет никакого смысла серию, предположим, алоэ или серию, там, ромашка в, там, 50 лет. Она хорошая серия, она качественная. Но в 50 лет, ввиду того, что у нас происходит определенного рода изменения, нужны активные средства. Активные с активными ингредиентами, да? То есть, ну, это... Ну, то есть, и так же бессмысленно, например, 25 лет использовать средства из серии тайн-риверсинга. Вот что хочет девушка этим добиться? Она что хочет увидеть вообще на своем лице после серии тайн-риверсинга? Или, там, экологен, там, 20 лет. У нее морщины. А можно мне использовать? Да, ради бога, господи. Ну, вот, как бы, я как? Я могу запретить? Нет. Я могу просто так поприкалываться и сказать, ну, ты что хочешь увидеть-то вообще? Ты что хочешь получить? Да? Это то же самое, знаете, как вот к пластическому хирургу приходит на инъекционные, на контурную пластику губ девушка. Вот с такими губами. Ну, то есть, у нее нормальные губы. Что ты хочешь? Я хочу увеличить губы. Окей. Но нормальный доктор скажет, зачем? И вот тогда девушка скажет, да я хочу что-то поменять, типа, в жизни. Иди подстригись на лысой покрась. Да? Вот тогда ты, как бы, что-то поменяешь и вздрогнешь. Зачем, ну, как бы, тебе сейчас увели, если ты не увидишь эффект. Тебе не понравится это, да? Поэтому средства предназначены для определенного возраста, они используются для определенного возраста. И поэтому, когда мы говорим, почему на примере экологен, мы набор экологен, да, вот мы про него именно говорим, потому что он очень показательный в плане рассказа именно по вот этим шагам. И почему компания сделала в первую очередь, вот в самую первую очередь, она сначала сделала коммуникацию по тому, что мы так вот теперь будем предлагать. А потом она предложила набор экологен. А потом у нас будут другие наборы. У нас будут другие наборы. И наборы, поверьте, предлагать гораздо проще и легче, чем, ну, чем предлагать один крем. Никто не говорит, да, что этого не надо делать. Это надо делать, это хорошо, это нормально, там, и так далее. Но посчитайте, сколько вы потеряете. Ну, чисто так вот, да. Она просто предлагая, например, продукт, предлагая один набор или предлагая, предположим, один крем. Он тоже необходим, он тоже нужен. Но просто тогда вопрос, а почему, ну, а где она тогда возьмет другие средства? Да, то есть, ну, чем-то она будет что-то делать, умываться? Ну, как-то хоть что-то. И хочется сказать, ну, как бы здесь, вот этот слайдик, это примерная табличка, как формировать в той или иной степени, как они будут формироваться, эти наборы, да. Они будут формироваться вот так вот легче. Там, как у нас лидеры это увидели, они там, вот это там, условно говоря, там, для тети, для мамы, там, для сестры, для подружки, да. То есть, вот такие наборы, они достаточно легко воспринимаются самим консультантом, скажем, там, или клиентом, да. Да и нами, на самом деле, вот этот слайд, на мой взгляд, он очень понятный. Вот они по шагам все разложены, продукты ваши, да. И вы можете эти наборы сами компонировать как угодно, да, там, с очищающим средством. Например, очищающее средство здесь может быть, вот в серии Time Reversing Intense. Какое может быть очищающее средство? Это может быть и Королевский Бабкер, это может быть и Клоген, это может быть... Алоэ может быть, совершенно верно. Именно очищающее средство, да, мы понимаем. Почему? Потому что с очищением и тонизированием кожа контактирует минута в день всего. Минута в день контакт происходит, даже меньше минуты. А с дневным средством и с ночным это практически круглые сутки и с сывороткой. И поэтому, если мы, например, можем, ну, как-то вот серия Алоэ, очень мягкая серия, Алоэ Барбаденсис, великолепный ингредиент, да, он очень хорошо успокаивает. В Ромашке великолепно очищающее средство, да, которое можно рекомендовать для зрелой кожи. В серии Оптималс есть для сухой чувствительной кожи молочко, которое великолепно снимает, да, там. Почему именно мягкие текстуры такие? Потому что зрелая кожа находится всегда в состоянии чувствительности. То есть она всегда готова, знаете, вот как вот, ты ее тронь, она заплачет. Просто там. И... Непонятно почему. Просто обратились по имени, да. Поэтому это надо понимать. Вот эта кожа после 35, после 40 лет, да, и дальше. И надо понимать, что такой коже нужно, ну, 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 очень, вот прямо, вот будьте близны, извините, пожалуйста, вот, пожалуйста, тоник молочком и так далее. Очень нежно. И она вам ответит хорошим видом. Это действительно, потому что очень приятно видеть на ухоженное, ну, на ухоженное лицо. Вот, например, Моники Белучи 50 лет. Угу. Да. 50 лет. И когда многие говорят, вот, там, она, там, операции и так далее, ну, кто ее знает, я не знаю, вполне возможно. Но я видела ее лицо вблизи, вот, да, как бы, ну, есть там мащинки, есть там и какие-то, вот, там, и сухость какая-то, и мешочки и так далее. И да, безусловно, ее ретушируют на фотографиях, да, но у нее она настолько ухожена, ухожена. И вот, а ухоженность – это показатель того, что, ну, насколько женщина хорошо себя относит, насколько она себя позиционирует к миру социально, да, то есть вот, вот я такая, да, вот, ну, посмотрите на меня. И поэтому использование косметических средств – это один из вариантов себя, ну, как бы, транслировать к миру вот через это состояние, да, через ухоженность и так далее. Потому что, знаете, как бы, ну, вот возраст, там, 35-40 лет – это такое самое интересное, потому что приближаются года, когда, там, 15 лет выпуску, 20 лет выпуску, там, или, там, 10 лет, там, и так далее. И вот, там, да, мама, посмотри, это, она, у-у-у, как она выглядела, у-у-у. И когда вот женщина как раз начинает за собой ухаживать очень внимательно. И поэтому в основном у нас вот сейчас наша целевая аудитория в той или иной степени – это женщины, которые, вот, 30 лет – это, можно сказать, когда ты знаешь, что ты хочешь. Ну, не всегда, правда, но в большинстве случаев, да, это какой-то определенный имидж, это какая-то определенная работа. Мы идем уже с точки зрения, с точки зрения, много психологии, да, там, как бы, женской. Потому что, предлагая средства по уходу за лицом, вы не сможете предложить, ну, не зная каких-то, да, вот таких вот тонкостей. Вы сами женщины, вы сами это прекрасно понимаете, да. И поэтому, ну, сейчас, еще раз, почему экологен? Потому что сейчас есть такое направление, еще в мире, в косметологическом мире, антиэйджинг, антиэйджинг, то есть движение антистарения. Не только, еще раз говорю, это мировая тенденция, в принципе, и это используется, естественно, там, многими косметическими фирмами. Что такое антистарение? Дело в том, что сейчас, оказывается, очень большой процент людей, то есть появилось большое количество людей зрелых, да, но хорошо выглядящих, да. То есть женщина в 50 лет сегодня, это не та женщина, которая была, еще 15 лет назад, и ей было 50, да, и меняется качество жизни, и удлиняется жизнь. И, соответственно, удлиняется, ну, соответственно, в этом течение этой жизни улучшается качество. И поэтому женщина в 50 хочет быть, а, активной, б, привлекательной, б, как бы, не сидеть сидим, а еще, учитывая, что там дети выросли, внуков пока не дают, или внуки тоже выросли, есть 60, куда бежать? Правно, как ждать? Можно. Можно, конечно, сесть на скамейки и клевать семечки, да, там, как бы, и всех обсуждать, да, там, а можно продолжать жить и развиваться, потому что сейчас для этого очень много всего. И, причем, именно этот период, именно, скажем так, вот этот возрастный период с 40 лет, с 35 лет, он наиболее, ну, как бы, оптимально надежеспособен и оптимально восприимчив к информации. И поэтому вот эти, в частности, там, например, экологен, он и на эту аудиторию, на ту, которая хочет, понимаешь, инвестирует в себя, она инвестирует в себя эти, там, получается, если посчитать набор экологен за два месяца, ну, в среднем, там, получается, ну, может быть, сколько рублей-то? По-моему, рублей 80 в день. Могу ошибаться. Ну, вот где-то до 100 в день. Только вы учтите, что в наборе экологен, вот мы сейчас про него будем говорить, да, там, как бы, там содержится экстракт стволовых клеток. Что такое экстракт стволовых клеток? Это одно из мощнейших стимулирующих, скажем так, один из мощнейших стимулирующих ингредиентов, в принципе, которые есть. Стволовые клетки используются нашими конкурентами и, в принципе, ну, это тоже один из последних трендов на рынке. Но, да, у нас, ну, как мы с Мавоном, у нас была такая беседа с переводчиком, с моим английским, и потом с переводчиком. И он говорит, я был, мы пять лет, пять лет, над этими столовыми клетками вставали и ложились спать. Пять лет. Почему? Потому что нам была поставлена задача найти что-то, что будет очень интересное, но не будет повторять задачи конкурентов. Да? Как бы, вот мы пять лет туда-сюда, туда-сюда, мы перевели все. Мы всех разобрали на молекулы, на атомы, на электроны. Всех конкурентов. Мы пересмотрели все последние научные, там, какие там выходят в достижения, именно с точки зрения, там, стимуляции кожи, стимулирования и так далее. Мы говорим, ну, все, пока не нашли вот это растение. Говорят, да, это не розы, не яблоки, но оно стимулирует выработку коллагенов в 200 раз, вот, оно очень сильно. Да? То есть, и когда мы посмотрели сравнение с конкурентами, результат, да, там, предположим, стволовых клеток, роза, условно говоря, или там, какой-то, ну, какого-то конкурента, да, с нашими стволовыми клетками, Она говорит, мы вообще вот просто посмотрели. Вот такой маленький куст, да, где-то в Южной Африке, семейство послёновых, ну, что так, господи, нужно было бы ждать, да. Ну, говорит, ну, серия получилась изумительная, вообще, в принципе, изумительная. И, как бы, она как раз на этот возраст, значит, то есть 35, 40, 45, 50, 55 лет. То есть, в принципе, как бы, ну, это наши знакомые, это плюс-минус наши поколения, да, там, это плюс-минус наши друзья в той или иной степени. И поэтому, когда мы про эту серию говорим, мы обязательно про стволовые клетки растений упоминаем. Но здесь, знаете, коллеги, нужно думать о том, что наш народ, он же, это как, пуганная мань, Сказали на гамма стволовые клетки, там, кто-то где-то, что-то случилось, слышал звон, да, я не знаю, где он, кто-то умер, кто-то там вообще на нём деревья выросли и так далее. На самом деле, действительно, на самом деле есть стволовые клетки человека, да, и есть стволовые клетки растений. Стволовые клетки человека по большей части сейчас находятся под, ну, вот таким прицельным рассмотрением, и в косметических средствах их нет. То есть, если вам кто-то будет говорить, что там находятся, там, клетки плаценты, то плаценты – это витамин, это не стволовые клетки, да, там, это витамины. То есть, вытяжка из плаценты – это витамины и аминокислоты. Ну, просто звучит это так, да, вот если. И здесь хочется, ну, опять же, возвращаясь к столовым клеткам. Столовая клетка – это клетка, которая имеет очень большой потенциал, но не знает, куда ей пойти. Вот, знаете, как очень умный, а вообще офигительно умный подросток. Он знает физику, математику, литературу, считает, умножает, делит, дробит в голове, там, я не знаю, сочинение пишет, куда пойти. Да? Вот и столовая клетка. У нее есть все, она может все. Могу копать, могу не копать. Вот она может все. Куда ей? И обычно она в растении потом идет, там, эти-то толпа столовых клеток идет, они такие, опа, я пойду в цветок там. И начинают становиться клетками цветка. А нет, а я пойду в листок, начинают становиться клетками там и так далее. А наши столовые клетки, они, естественно, там не в цветок и в расток не пойдут, да, там, попадая в кожу, они начинают стимулировать клетки для того, чтобы они работали, и фибробласты в частности, для того, чтобы они вырабатывали коллаген нужный, необходимый, да, для кожи. Не будет коллагена, а она у нас будет на коленях кожа, если вот у нас... Все, лицо будет на коленях благополучно. Потому что держится она за счет коллагена властиновой сетки. И если мы не будем эту сетку укреплять и за ней ухаживать, предположим, с помощью столовых клеток, да, то, сори, как бы, мне очень жаль. А здесь просто еще, знаете, как... Мне нравится, когда вот молодежь на тренингах сидит, да, и смотрит так, вот типа того, что, ну, говорите, говорите, вы не мешаете, да, там. Пока... Знаете, ей там, подположим, 20-25 лет, и она думает, что 30 – это глубокая старость, да, там, а 45 – это дряхлость, там, и так далее. 50 – вообще даже нету там обозначения у нее на шкале, что это еще 50 она не придумала, да. Вот, поэтому, но когда у вас, я просто с вами ведусь, если у вас на тренингах, предположим, присутствует молодежь, вы рассказываете об антивозрастном уходе, встречаете совершенно тусклый вообще взгляд, такого вообще с какой-то дремлющей, с открытыми глазами персонажа, то вы просто скажете, что у вас есть мамы, ну, да, есть бабушки, есть мамы, есть тети, да, и, в принципе, вот такая забота, наверное, ну, наверное, каждый бы оценил такую заботу, на самом деле, дочери или племянницы, или внучки, если бы она бы не принесла вот такой продукт. Учитывая, сейчас еще что, а, например, плюс в тонике, предположим, содержится еще дополнение, да, содержится альфогидрокислоты, так называемая АХ-кислота. Безусловно, это маленький процент, да, то есть это не то, чем делают пилинг, но в то же время они в маленькой концентрации обладают очень хорошим увлажняющим действием, да, и они очень хорошо выравнивают рельеф. Ну, то, что быстровизуальный эффект, это действительно, ну, это, опять же, за счет сыворотки. Вы когда-нибудь, вот, читаете материалы, извиняюсь, не так начала, вы наверняка читаете материалы, которые мы вам присылаем, и там есть такой момент, что, когда выпускается новый крем-средство, там обычно говорится, что по результатам клинического исследования т.д. там улучшилась текстура, выровнялась лавалатом и так далее. Вот, и там обычно пишется, там, сколько-то девушек, да, там, предположим, 15 человек, в течение 14 дней на бутальном лучшем. Еще раз подчеркиваю, день, в течение 14 дней. То есть, да, кожа такая, это не то, чтобы, вот, это самое, ну, как бы, она не такой быстрый реагирующий орган, как все остальные, да, и она очень многофункциональна, там очень много процессов, и чтобы ее запустить, должно пройти время. Поэтому крем так не действует быстро, как сыворотка, но он дольше держит результат. То есть, он, знаете, медленно разбегается, но твердо едет, да, там, как бы. А если вы еще перед этим используете сыворотку, то есть, с кремом, точнее, с сывороткой крем будет действовать и дольше, и глубже. Еще раз говорю, выбирать нам с вами, да, там, в принципе. Но если мы хотим хорошего, быстрого, выраженного визуального эффекта, то мы это используем вместе с сывороткой. И поэтому, вот, когда говорят, ой, ваш штамм, вы говорите, что это будет быстро, а это будет не быстро. Но вот если мы почитаем про крем, то там написано, течение 14 дней. И то, извините, это продукт из материала заказчика, да, там, если человек до этого вообще ничем не пользовался, и вдруг взяла наш крем, и она хочет каких-то быстрых визуальных изменений, ну, я думаю, что можно убрать очень сильно запущенный дом старый, быстро убрать. Ну, наверное, можно, но дорого. Да? То есть, нанять рабочих, они придут, будут это выкорчевывать там, и так далее. А если в садик до этого ухоженный, да, то, в принципе, с удовольствием грабит, не помахал, вот, в принципе, у тебя очень-очень хороший вид. То же самое и здесь. И серия подходит, почему мы про колодин еще раз говорим, она подходит для любого типа кожи, начиная с 35-40 лет. Он, ну, на мой взгляд, универсален, потому что его может использовать девушка 35, его может использовать девушка 55, 65 и так далее. Да? И потом его еще можно и комбинировать. И мне бы еще хотелось отдельно поговорить про серию True Perfection, например. Почему про серию True Perfection? Потому что она немножко для другого, маленький орехлый у нас там, ну, это как вообще. Вот, для другого немножко возраста. Серия тоже вышла недавно. И, ну, как, относительно недавно, да? Серия достаточно интересная, потому что мы уже говорили, что это серия Detox. Совсем недавно есть такой момент, что мы... Появился такой термин, термин уставшая кожа или уставшее лицо. Это косметологический термин, который обозначает жительниц, утренний вид жительницы больших городов. Зеркало. То есть, вот встает такая вот девушка в мегаполисе большом, да? Встает утром, на себя смотрит, вот у нее уставшее лицо. То есть, знаете, с чем можно сравнить? Не то, что там морщины выраженные, не то, что там прям вот... Да и не сказать бы, что сухая, да? А вот, знаете, вот такое бывает, вот кружка долго стоит, вот там пыль скопилась. Вот если вы найдете туда воды, вы поймете, что вот она вроде прозрачная, но она не чистая, да? Ну, вот так если представить. Вот то же самое и с такой кожей. Она вроде бы нормальная, но она вот какая-то вот там где-то помутненность, тут грязноватость, здесь сероватость. Почему? Потому что, что такое постоянный хронический стресс? Ну, в частности, это недосып, это стрессы на работе, не знаю, там, и так далее, и тому подобное, да? При постоянном хроническом стрессе выделяется большое количество адреналина. Да, адреналин, что делает? Ну, как бы, его эволюционный такой момент, да, там, когда... Он эволюционно вырабатывается у человека. И когда его вырабатывается много, да, то он выбрасывается. Два варианта, как говорят обычно, так, бежать или драться. Вот что делать, да? А поскольку мы все очень-очень тонкой душевной организацией, естественно, мы особо сильно друг на друга не бросаемся и по улицам не бегаем, да, то у нас это переходит в хроническое состояние такого внутреннего стресса в организме. К чему это приводит? Сужение капилляров. То есть организм, защищая сердце и мозг, и концентрируя на нем кровообращение, сужает капилляры где? На самом большом органе, на коже. Почему там, естественно, страх, чем там, ладошки в водителя холодиль, там, предположим. Да, потому что капилляры, если сужаются. А вы представляете, у нас все время вот в коже, мы из них шиты, из капилляров, из маленьких, из ротериал, из вен, да, там, как бы. И вот представьте, представьте, и через раз ты там дышишь. Как она будет? Хорошо? Нет. Если через раз кушать, то же плохо. И кожа постоянно... И вот она входит вот в такой вот хронический стресс, с накоплением метаболитов в коже, шлаков в коже, да, там, как бы. Капилляры не работают, она не очищается и так далее. И здесь не важно, вот здесь не важен возраст. Это 18 или это там 45-46 лет. Такое состояние может быть у всех. У большинства весной вот такое состояние. Переход из зимы в весну. И такое лицо очень часто, ну, вот оно уставшее. Вот хочется сказать, не приезжайте, говорите, иди поспи. И чтобы этого не было, то есть вот предлагается очень много разных вариантов. А один из них – это увлажнение, восстановление и, скажем так, освобождение от свободных радикалов. Потому что свободные радикалы, они являются как раз частью того шлака и вот того содержимого, что накапливается в коже. И поэтому, когда, вот он, и вот эта сериана как раз такое тройное действие оказывает. Она дает увлажнение, она освобождает от свободных радикалов, убирает весь мусор, она улучшает кровообращение и, ну, как бы способствует, вот как раз эффект выспавшего из себя лица. Это тоже такой, наверное, больше косметологический термин. Но вы же знаете, когда вы выспитесь, да? Ну, вот вы, да, когда вы себе больше нравитесь. И вы же знаете, когда не выспитесь, да, там такой. Ну, и угадайте, какой вид лучше. Безусловно, когда вы выспитесь. Вот поэтому вот эта кожа и дает такой эффект. Как будто вы хорошо долго отдыхали. И с чем ее можно, например, использовать? Ну, вот серию Optimus, пожалуйста. Для зрелой кожи. Серия Кровевский бархат, очищение, тонизирование, плюс вот это великолепно пойдет. Для более молодой кожи серия Алоэ, Ромашка, что там у нас еще? Виноград. Виноград, да, тоже хорошо пойдет. То есть она комбинируется со всеми, вот в плане именно очищения, тонизирования она комбинируется со всеми. И единственное, что от нас, просто нужно это предложить человеку, чтобы он это предложить именно в формате не навязчиво, а чтобы он сам захотел получить этот продукт. Да, я хочу выглядеть хорошо, потому что я хочу нравиться, потому что я хочу, чтобы на меня смотрели. Когда женщина, например, сидит, не знаю даже, как сказать, что душа страшный зверь, не пойми, что у нее тут, не пойми, что там, не пойми, что. И вот она сидит, и она как бы всем своим видом показывает, что она королева, но почему-то рядом с ней в маршрутке никто не садится. Да, то есть вот, ну согласитесь, вы встречали его наверняка. Да, вот так вот, то же самое и мужчина, да. Вот любой женщине приятно сесть с симпатичным, ухоженным мужчиной. Я не говорю про красавицу, про красавицу или красавца. Понятие очень индивидуальное. У вас одно, у кого другое, у меня третье, да. Но ухоженность для женщины, это уже залог того, что, ну, не знаю, ну, с ней всегда приятно рядом сидеть хотя бы, да. Да, просто, я смотрю, у нас так зал начинает потихонечку подсыпать, это значит, что не все ели wellness. Вот, объясняю почему. Потому что способность, я как врач вам говорю, как коллега коллегам, способность выдерживать длительные ментальные нагрузки, а вот сейчас то, что вы испытываете от меня, это ментальная нагрузка, да, то есть я рассказываю какую-то информацию, даю долгую там и так далее. Возможность долго испытывать ментальную нагрузку, за это возможность отвечать витамины группы В. И если их недостаток, то человек, конечно, сходит с дистанции очень быстро. Вот, и поэтому я смотрю, так народ, так на меня, так, что, волосы открываются. Да нет, не вы. Нет, на самом деле, час прошел ученический, да, давайте так вот. Встали. Сели. Сели. Давай, три-четыре, встали. Надо было есть wellness, вот кто подремывал, надо было сомневаться. Извините, встали опять, да, издреканцы, обездастся. Извините, да, да. И с соседним бокам, как вы получили, здесь с вами. Здесь. Ребята, информация уцваивается. Уцваивается. Сознается, что вы новая. Конечно. Продолжаем дальше? Продолжаем. Продолжаем. На самом деле я действительно сказала правду, да, то есть это, поэтому те, кто, у кого недостаток витаминов, ну, вы вообще, в принципе, да, там, это не только отражается на коже, но и на, как бы, на вот психологической стойкости, как бы, да, там, и причем, в частности, за это отвечает, вот, В12, почему, вот, как бы, вегетарианство, оно, жесткий вегетарианец не получает витамину В12, да, там, потому что он на ее мясе содержится, в нормальных дозах, да. Так, ну что, мы, на чем остановились? Мы остановились на серии True Perfection, да. Да, на бодрости, а теперь на бодрости. Значит, мне отдельно бы хотелось сказать про, ну, про эту серию мы поговорили. И сюда бы, я бы еще бы, вот, рекомендовала совершенно уникальный продукт. Я его рекомендую как косметолог, потому что я знаю, что таких продуктов у нас в компании очень большая редкость. Это энзимная маска. Она вышла совершенно недавно, 50 миллилитров или 75, я сейчас не помню. Но в ее составе входит, как бы, маска, энзимная маска, маска пилинг она зовется, из серии True Perfection. Не-не-не, маска пилинг из серии True Perfection. Я ее называю энзимной маской, потому что она энзимная, потому что в ее составе входят энзимы, да. Что это такое? Это, ну, как бы, как сказать, знаете, вот, очищать яйцо можно тремя способами, да. Можно проскрабить, то есть с помощью абразивных частиц, да, и мы удалим лишние эпители. Можно нанести кислотой, кислотой чуть сжечь, да, и убрать лишние эпители. Хороший тот и другой способ, но, когда мы встречаемся с чувствительной кожей, да, то вот что скраб, что пилинг, да, вот здесь такой вопрос. А что это, как делают энзимные, то есть вот как делают вот эти энзимы, это белки, они по, то есть они как бы растворяют роговой слой, не сжигают, не соскрабливают, да. А они по стекстуре, по структуре, по химической, очень похожи на наши, на клетки наших рогового слой, по функционированию. И они как бы растворяют, превращая, ну, как бы, вот так в жидкость, и это потом смывается водой. То есть, да, это максимально, максимально щадящее очищение. То есть, когда, ну, в принципе, я бы его рекомендовала всем, начиная от 35 лет. Почему? Потому что, еще раз говорю, 35-40 лет кожа, она в состоянии чувствительности. Если у вас жирный тип кожи или ваших клиентов, и он хорошо переносит, предположим, этот скраб, окей, да, но про эту масочку скажите, потому что кто давно в компании, тот помнит, чтобы у нас было сияние и тонус, этот, этот, порошок. Вот это аналог, только это гель, да. То есть, тот порошок надо было разводить водой и наносить вот на такой массы, да, на кашице. А это не надо разводить, уже все сделали. Просто нанесите, да, там, как бы. Опять же, исключаю область кожи вокруг веса. Мы это помним с вами, да. То есть, масочка очень хорошая. И, как бы, ну, по возможности, ну, если делать раз в неделю, там, ну, хватит, наверное, вот я не помню, там, сейчас 50 или 75. 50, да. Ну, 5 миллилитров в среднем маска, да, потому что она накладывается тонким слоем. Вот 5 миллилитров в среднем, избегая области вокруг глаз, на 10 недель. На 10 недель, это 2 месяца, да, ну, с половиной, 3 практически, да, это практически 3 месяца. Да, то есть, на самом деле, она очень экономная маска, и она выполняет очень, ну, как бы, такую хорошую роль. И аналогов сейчас пока вот у нас, ну, во всяком случае, я знаю только аналоги в профессиональных сериях, вот в салонных, да, там. Но там энзимные пилинги, они в виде порошка сделаны. То есть, пакет с порошком, дозатор вы смешиваете с, ну, с водой, да, там и так далее. А у нас это вот для удобства использования. И отдельно хотелось бы сказать про вот эту серию, как бы, хочется ее назвать «Акваритм», да, потому что она похожа. На самом деле, да, можно сказать, что эта серия очень похожа на серию «Акваритм». И эта серия также содержит такие же увлажняющие компоненты. То есть, здесь тоже водоросли, которые обладают и увлажняющим, и лифтинговым действием, вообще, в принципе, всей серии. И здесь же есть такой компонент сахара, да, вот, они тоже увлажняющим действием. То есть, эта серия на лето для того, чтобы, вообще, в принципе, вся серия, да, то есть, капсулы, мосьон. И, как бы, это для, скажем так, для максимального увлажнения кожи летом. Почему? Потому что кожу надо, а, увлажнять летом, б, защищать. Увлажнять, защищать. Это как бы 2х24, потому что если мы где-то пропустим либо защиту, либо увлажнение, то кожа нам ответит своим невнятым видом, да, там, как бы, это надо понимать. А еще, кстати, опять же, возраст 35-40 лет. Я сейчас на этот возраст обращаю внимание, по большей части. Почему? Потому что этот возрастный период, когда, если мы не будем защищать кожу от солнца, от ультрафиолета, то будут пигментные пятна. Ну, вот никуда от этого не деться, да, то есть, вместе с морщинами, со снижением упругости и так далее, начинает как-то себя плохо вести фермент, пигмент, который его то много, то мало, то много, то мало, да, там. И поэтому, ну, она однозначно должна быть защита хотя бы, начиная от 15-ти. То есть, либо в... Можно я покажу? Вы позвольте? Вот мой интимный мозг такой. Не, она не в этой серии. А, я поняла, что можно. Она в прошлом каталоге была? Не, ну, она есть, ее можно заказать, безусловно, да, там, как... Ее просто может... Да, ее... Если я мам сейчас в Лунину... Она сейчас в Лунину... Не, она есть. Просто это не говорит о том, что если нет в каталоге, это не значит, что ее изъяли, да, то есть, мы должны понимать это, да? Вот, вот действительно водопад свежести, просто вот эту серию я рассказываю, да, там, как бы... Здесь маска на минуточку 75 миллилитров, а теперь 75 на 5 разделить, это получается... 25 недель? 15. 15 недель. Вот, то есть, да, маска пилинг, очищающая, она на практически 3 недели, да? 3 месяца. Да. А здесь еще больше. Да, то есть, вот, ну, просто, ну, просто, думаю, эта маска очень хорошая. Ее, в принципе, вот эта маска, и она допустима к... Например, вы приехали на юг, взяли ее с собой и делаете каждый день. Здесь ее подряд. Она приятная, она пахнет, да, там, как бы вообще великолепно. Не раздражает кожу, она подходит для чувствительной кожи. На лето вот эта серия, я бы, ну, как говорится, стройки рекомендуют, ее потом не будет, потому что эта серия летняя. Плюс лосьон, например, да, вот с СПФ-15, вот, пожалуйста, вам защита. И, конечно, я забрала, извиняюсь, и, конечно же, вот эти вот капсулы. Здесь содержится два варианта витамина С на минуточку. Две формы. Одна для более глубокого проникновения, другая для поверхностного действия. Здесь содержится витамин Е. Здесь содержится экстракт дрожжей, который обладает и антивозрастным, и увлажняющим действием, да, и восстанавливающим действием. То есть, да, у них нет защиты, у этих капсул, потому что они, по идее, ночные, они не дневные, да, там, как бы. Вот похожий состав, похожий состав этих капсул, он использовался в, обычно используется в косметологических клиниках после восстановления от каких-то инвазивных операций. Вот они обычно делают такой очень легкий состав, чтобы, потому что экстракт дрожжей – это стимуляторы восстановления, да, и витамины необходимы для того, чтобы очень быстро проходили процессы восстановления. И поэтому, вот я когда увидела состав, я, кажется, возгордилась, возбрадовалась, потому что я знаю, каким образом это все происходит, там, например, у хирургов, да, и на лицо какие маски наносятся. Вот это одна из таких составляющих, которые позволят вам быстро привести себя в порядок. Вот оно действительно быстро привести себя в порядок. Это не значит, что, ну, можно не спать, потом нанести и, да, натянется. Нет, ни в коем случае. Но вы просто попробуйте. Я вам рекомендую, в принципе, вот, заказать одну, так, здесь, четырех, а, все? Один продукт. Ну, купите совместно с кем-то. Вы просто попробуйте, потестируйте. Она по текстуре очень приятная. Плюс, это одна, как бы, на одно использование крема. Я имею в виду, что вы можете куда-то поехать, вам надо с собой тащить банку. У вас есть вот это средство. Оно допустимо к использованию и как самостоятельное средство, и под крем. Она действует как сыворотка. Вот ее можно сравнить с восстанавливающей, увлажняющей, восстанавливающей сывороткой. Это действительно очень хороший продукт. У нас, я хочу сказать, что, ну, по закону Российской Федерации, мы не имеем права говорить ничего плохого, в принципе. Мы не имеем даже сравнивать. Я вот меня снимаю здесь, да, там, я не имею права, как представитель компании, сказать плохо о, назвав марку, да, или бренд. Да, но я могу сказать, что, вот так могу сказать, капсулированные продукты наших конкурентов, даже если мы говорим, ну, о люксе вообще, они стоят в разы дороже, чем у нас. То есть в нули, в нули дороже. Когда все выключится, я назову, можете ради интереса сами посмотреть, влезть в интернет, посмотреть, сколько стоит. Там какие-то, а сейчас это тем более страшные... Быстрые какие-то деньги. Не-не-не. Это страшные какие-то деньги в связи с этим. Вот, так что, прям вот, это вам поможет и вашим близким поможет. Ну, как бы, хотя бы своим близким и подруге купите, она будет довольна вас. Потому что, и как подарок, это очень интересный подарок, да, там, и в плане у кого там не рождение. Я почему знаю, потому что, знаете, как народ, вот, они сначала как-то раскушают продукт, да. Вот здесь не надо кушать, поверьте нам просто. Потому что, когда его не будет, вот тогда начинается, а, о, у нас были, вот такие эти, а, ну, а, куда же они здесь? А они по продажам, оказывается, не шли. А что же вы их не покупали? А как моя структура нравилась? А почему же тогда вот, ну, как бы, да, поэтому вот такой момент. И, как бы, ну, хочется подвести итог такой небольшой нашего с вами общения. Я надеюсь, что продуктивного общения, да. Потому что мы с вами сегодня, ну, я постаралась так, и вы, судя по реакции, так и поняли, затронуть вопрос именно не столько продуктов, продуктов, да, вот, как бы, вот, там, кассу и так далее. Хотя это новинки, и вот мы про них тоже хотели рассказать. А хотелось бы затронуть вопрос, в принципе, мышления. Нашего с вами мышления сейчас, нас, как женщин, да, наших подруг, как женщин. В принципе, мышление, ну, можно взять одну крем и сэкономить. Но, еще раз говорю, все равно-то где-то что-то, кто-то будет брать, умываться будут брать, да, там, ночной крем не вынуто кто-то даст, да, там, как бы. Здесь мы не говорим о вопросе втюхать, впарить, вжарить, навязать. Мы говорим о, мы говорим, расскажите просто. Вы просто расскажите. Вы просто расскажите, себя покажите, в конце концов, да, дайте попробовать. У нас есть такой нештатный наш висажист, у Залтанки с Роскулес, может быть, кто-то слышал или встречал, да. Вот он, у него есть такой вариант, мы все время говорим, 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 он уже говорит, я понял, все понял, баночку дай мне, дай баночку. Он говорит, это хороший крем, хороший крем, я понял, дай баночку. И он прав. То есть он говорит о том, что, мы говорим о том, что это хорошо, дайте попробовать. Вот здесь хорошо и стенды, и иметь продукт, предположим, при себе. И самый главный, конечно, вариант – это мы, скажем, мы как витрина. И поэтому, чем лучше вы сами выглядите, тем лучше вы продаете. И здесь не важно возраст, потому что я, например, знаю, что-то очень многие говорят, ну что вот у меня морщины, что же мне теперь делать там в любви? А я знаю, например, женщину, которая, она говорит, да, мне вот 7 свет. Да, посмотрите, как я выгляжу, хорошо. И как бы, а кто вы знаете, как должно быть вообще в 7 свет у кого? Да, и она выглядит хорошо, она хорошо себя чувствует. Потому что есть разные, вот этот возраст, так показывает, как хочет человек дальше жить, то есть ее хочется либо обнять, либо сказать женщину, ну вы уйдите. Я все поняла, уйдите. А если вот так уже хочется обнять, что у нее слышно, у нее глаза гонят. И как бы, это очень интересный момент. И поэтому, ну просто расскажите. Вот мне бы очень сильно хотелось, чтобы вот эта информация, которую мы сегодня с вами, я поделилась, да, и относительно комплексного ухода, что вы ее восприняли именно с точки зрения рассказать другим. То есть, как бы пропустить через себя и другим рассказать. Потому что, ну, если вы это оставите в себе, нового больше ничего не придет, вы же понимаете, да. Поэтому, да, вы должны отдать, придет еще что-то новое и достаточно интересное. Сейчас мы попытаемся с вами ответить на вопросы, что нам там прислали. Нам прислали, если девушки в 36 лет пользуются комплексным уходом экологеном, можно ли заменить на, не знаю, дневной крем лосьоном, а ночной капсулами Аква Плюс. А, можно ли на лето дневной крем заменить лосьоном? Ну, в принципе, да, можно. Потому что, на любом случае, очищение тонизирования оставляется дольше, чем остается его больше, потому что оно расходуется более экономнее, да. Оно расходуется более экономнее. И поэтому, например, вот девушка пользовалась набором экологен, да, и у нее закончились эти, ну, то есть, да, очищение тонизирования осталось. Ей можно предложить набор экологен, да, там, как бы, но ей совершенно спокойно можно вот эту серию предложить. И она знает уже о том, что набор экологен – это супер. И пусть она другим рассказывает, да, но на смену можно. Дальше у нас средства первой серии используют постоянно или... С перерывом это вместе. А первая – это какая, извините? Одной серии. А? Одной серии. А, одной серии. А, средства одной серии – использовать постоянно или с перерывом 2-3 месяца. Нет, желательно все равно, вы знаете, как бы делать перерыв, и не потому что, ну, с перерывом это как раз вот месяц полтора-два. То есть полтора-два месяца, и мы себе набрали уже другой набор, да, там, как бы, потом мы можем вернуться к первому. То есть, по идее, вы можете постоянно использовать, ничего плохого не будет. Но кожа даже не то, чтобы привыкнет, да, она просто перестанет реагировать. Да, на, знаете, как вот, ну, не знаю даже с чем сравнить. Ну, как пейзаж за окошком, да. Да, то есть вы выехали, ой, как красиво, зелень, там, поля, голубое небо, там, все хорошо. А через некоторое время вам уже это вот, да, дошна, вы перестаете на это реагировать. Ничего не поменялось. Да, и вдруг раз вот мимо вас прилетел конь. Да, вы, о, конь. Вы начали реагировать, правильно? То есть вот здесь вот примерно такой же вариант. Поэтому, ну, что, экологен можно поменять на серию, ну, как бы, подобрать на серию, там, super fashion, если девушке, там, предположим, 30. Если девушке 45, то экологен можно поменять на набор рояль-билет. Да, и, причем, учитывая, что у нас всегда очень много скидок. И, ну, можно сделать очень хорошие, грамотные наборы с точки зрения... Это он на меня там так реагирует, детенок, да? А, ну, полюбки. Девушка, видно, что девочка-то. Мужчин очень тяжело заставить ухаживать с лицом. Можно ли донести до компании? Можно ли донести до компании, чтобы выпустили для мужчин комплексный уход за лицом? Я боюсь, что здесь проблема не в том, что у нас нет ухода, а в том, что им сложно донести, да? Дело в том, что средства-то у нас есть. Дело в том, что, смотрите, мужская кожа отличается от женской. Отличается очень сильно. Как бы, во-первых, она, а, толще, б, жестче, коллагеновые волокна очень плотные, она 100% всегда жирный тип, то есть никогда сухого типа у мужчин нет. И если мужчина говорит, что у него сухой тип кожи, то это женщина. А если, то есть, скорее всего, если вы уверены, что это мужчина, то у него просто обезвожена кожа. Потому что у мужчин кожа буквально в два раза чувствительнее, в два раза чувствительнее, чем у женщин. То есть это, как бы, несмотря на свою жесткость такую, там мужчина ухаживает. То есть природа дала очень такой большой задел на молодость, мужскому полу, для того, чтобы он себя, ну, как бы, нас радовал, наверное, я так думаю. Но там, если у женщины образовалась морщинка, то ее вытянуть легче, чем у мужчины, образовавшуюся морщинку. И поэтому мужчина в плане ухода за лицом типичный пример, такой студенческий пример утверждения, легче предупредить, чем лечить. То есть легче предупредить, чем убрать потом. То есть даже если мужчина приходит в кабинет косметолога делать, там, ботокс, инъекции, филеры заполнять, там, и так далее, у него уходит в два-три раза больше средств, чем на женщину с точно такой же проблемой глубиной морщин. Поэтому здесь, вот, ну, на мой взгляд, ну, как бы, тут еще психология мужская, да, никто не, ну, как-то, вот, он не понимает, что если он будет за собой ухаживать, он будет более приятен для женщины, да, нежели чем... Ну, неухоженный какой-то персонаж, который пахнет, ну, нехорошо, скажем так. Вот, это раз. Во-вторых, вы посмотрите, насколько сейчас развивается, ну, рынок, да, достаточно сильно, очень большое количество... Сейчас молодежь очень хорошо за собой ухаживает. Вот, кстати, вот этот, мальчики молодые выглядят, ну, я имею в виду, там, подростковый возраст, потом, там, предположим, 18, 20, 25 лет. Они выглядят гораздо лучше, чем, предположим, ну, даже не внешне, а ухоженные, да, и поэтому у нас есть средства. Но вот как донести, это, наверное, только вашим поведением, потому что если женщина позволяет, чтобы это чудо очень рядом ходило, да, и шоркалось, то оно будет шоркаться. А если она, если женщина сама такая, что, ну, как бы с ней сложно представить вот эту, да, там, то с ней либо это отвалится, да, и поедет тот, кто ухаживает, либо это переродится, да, там, как бы станет... То есть это такой вопрос больше психологический, нежели, чем косметический. К нам приходят, ну, например, мужчины многие, они сами просят, дайте нам, да, там, вот, дайте нам средства по уходу. Почему-то парфюмерию выбирают, а, ну, как бы, то есть я буду мыться, я не буду мыться, но я буду пахнуть, да, там, или, ну, много таких моментов. Ну, честно, на мой взгляд, кажется, все... Рынок, кстати, по статистике, вот я недавно читала эту, как это, аналитику косметического рынка, косметологического, мужской рынок растет, и предложений очень много, потому что спрос есть, и поэтому он будет, на самом деле, точно так же, как, например, вот я говорю против старения, вот этот блок антейджа, он будет расти очень сильно, то есть он сейчас, это был пик, поэтому серия биоклиник, дневной листинг-концентрат, и ночной листинг-концентрат, можно ли в 25? Ну, это то, о чем мы с вами говорили, коллеги, а зачем? То есть, вот, ну, вот, как бы, здесь, давайте опять перепутывать, а зачем 25 лет листинг-концентрата? У нее облывание овала лица в 25 лет, или что в 25 лет за проблема, чтобы его использовать? Серия биоклиник не профилактическая, серия биоклиник вопрос-решение. Есть проблема, есть решение. Есть акне, уберем. Есть пигмент, уберем. Есть оплывание, подтянем, да? Есть там краснота, уберем, и так далее. Это вопрос-решение, оно не действует на профилактику. Вы представляете, какой там, ну, достаточно сильный состав, вот они придут, ну, представьте, да, там, как бы, вы с маршрутки таких спецов вообще просто, вообще просто спецов, они подходят, а там вообще там все нормально. А что нас туда вызвали? А она втирает, и вот втирает, а они ничего не делают. То есть, активные ингредиенты, предназначенные для решения какой-либо проблемы, не будут работать, если этой проблемы не будет. Мы можем втирать, можем не втирать, но если проблемы нет, то она не увидит никакого эффекта. Поэтому здесь оно можно, да, пожалуйста, оно не навредит, но и не пользу не сделает. Как лучше ухаживать за собой, чтобы уменьшить морщины между дворами, над носом, уменьшить морщин над верхней губой, над верхней губой носом. Ну, вот здесь, вы знаете, как бы, я бы вам рекомендовала, конечно, вообще вот такие проблемы, да, это, наверное, все-таки возрастной период начинается с 45-50 лет, да, когда появляются вот эти заломы. И для большего это один из признаков, ну, так называемого, деформационного старения. А при деформационном старении, когда много, когда, точнее, есть глубокие морщины, но их немного, да, то тогда, конечно, очень хорошо идут сыворотки. То есть, скорее всего, это жирный тип кожи. Поэтому постоянное, вот я бы рекомендовала в этом случае, постоянное использование сывороток, капсул, вот все, что есть активного, да, а все вот сюда. Оно может быть и, ну, как бы, я бы не сказала, что это будет прям совсем ровно, но визуальная глубина морщин, она однозначно изменится. Я вам рекомендую, в принципе, себя сфотографировать в каком-нибудь, вот кто написал, в невыгодном свете, в каком-нибудь проходящем, да, и через месяц использования, через два использования посмотреть, сфотографировать в точно таком же моменте. Жалко, что у нас нету вот аппаратуры, позволяющей сделать вот такую результативность. А на самом деле все наши тесты, они как раз и настолько, вот, когда мы пишем, что там результаты, там результаты, да, там, они как раз на, вот, на такой аппаратуре и сделаны, на самом деле. То есть сыворотки вообще без перерыва? Без перерыва, вообще без перерыва. То есть, например, вы берете там тайм-реверсинг, потом берете тайм-реверсинг интенс, потом берете коллаген, потом вторую коллаген, предположим, потом этот, как его зовут, скажите, капсулу там, предположим, тайм-реверсинг, Потом опять вернулись к тайм-реверсингу. Королевский бархат, да. То есть самое главное, что вот они... Это можно капсулу королевский бархат, сыворотку тайм-реверсинг или тайм-реверсинг интенс, предположим. Капсулу королевский бархат и сыворотку экологен. То есть, например, утро вечера и так далее. То есть постоянно у вас на лице, у человека на лице, кто написал, должен быть очень активный действующий компонент. Чтобы, знаете, оп-оп-оп-оп, побежали, побежали. Ну, что с этим? Встали, сели, встали, сели. Вон, как бы, Лариса, да, взбодрила. Вот, например, такой же вариант. 65 лет женщине, нерегулярно чем-то пользовалась кожей, чувствительная, краснеет. Говорит, принеси мне как-нибудь. Принеси мне что-нибудь. Ну, что-нибудь, я как бы, да, несложно. Знаете, я бы 65 лет, я бы, ну, вокруг выяснила все равно, чем она пользовалась. Потому что здесь, если она чувствительная, чувствительная кожа, я бы, знаете, что, принесите ей пробники, кто писал. Вот в этом случае, да, вот, когда непонятно что, принесите мне что-нибудь, может быть, ты же знаешь лучше, что мне нужно. Только, а почему я знаю лучше, да, там, как бы, а не ты. Поэтому я вам рекомендую заказать пробник, там, реверсинг, пробники, да, то есть все пробники антивозрастных серий, которые у нас есть. И пусть она сидит и пробует каждый день, какой на нее отреагирует. Объясню, почему, потому что средства, если вы ей сразу, вот я могу, в принципе, взять для себя ответственность, да, там, как, ну и то, все равно желательно посмотреть на лицо и поговорить с человеком, да, там, как бы, что она хочет. Но вы сделаете ей набор, набор стоит, будет даже, учитывая с нашим скидком, пусть полторы тысячи. А ей что-то из этого набора не пойдет. Что? Вот и что вы будете, как? А как вы думаете, на что аллергия? А, я не знаю, на что аллергия. Поэтому, когда вы видите чувствительную кожу, я вас очень прошу, сами запомните, как говорится, другим расскажите своим. Если только вы видите близкорасположенные капилляры, сосуды, ткнули, она покраснила, ну, в смысле, не ткнули, там. Но, возможно, она чувствительная, она реагирует, да, там, такой, да, чувствительная кожа. Если вы только это увидите, все, никаких рекомендаций, не без пробников. То есть, есть, тем более, такие активные средства, как экологен, тайм-реверсинг, там, бяклиник, там, да, и так далее. То есть, обязательно, как, вот, пробники обязательно. И как только, вот, вы поймете, что и то подходит, и это подходит, и это, окей, как говорится, храни вас Бог, добрый путь, уже вы выбираете что-то. Но если ей сейчас заказать даже набор экологен, а она у вас, там, пупырыгами пойдет, да, она же что потом сделает, все, мы потеряем клиента. Поэтому исключительно только с этих, только с пробников. Как правильно смывать маски? Энзимную маску можно использовать при акне? Энзимную маску можно использовать при акне? Можно. Она просто не поможет при акне, а, ну, как бы, в принципе, она, ну, легкий пилинг будет, да, ничего страшного совершенно. Пользы особо не принесет, потому что акне – заболевание вообще другого характера, и мы не лечим акне, вот, мы как заболевание. Мы можем убрать какие-то проявления, там, прыщики, высыпания с помощью силы биоклиник, вот этих точечных гелей, да, но ни в коем случае не лечить, ну, чтобы мы были честными, да. Правильно смывать маски, как, ну, смотря какую, вот, в любом случае, что гелево, желательно губкой желтой вот этой нашей, которая для снятия макияжа, две губочки, две ручки там, ну, или желательно смочить. И вот такими движениями от центра лица к периферии, да, как бы, смывать до чистой кожи. После маски желательно протереть лицо все-таки тоником. И если это глиняная маска, то она там, потому что она застыла ее сначала, чтобы она разомочилась, и потом так же смывать. Что касаемо, это, как маска-пленка, она снимается по возможности, да, там, как бы, она снимается наоборот, вот, ну, да. Ну, как снимите там, я не думаю, что там уж прям сильные, депиляции не будет точно. Так, если в 42 года есть пигментные пятна лице, каким кремом пользоваться летом? Ну, в любом случае, если на лице есть пигментные пятна, то есть какое-то повреждение уже, да, там. Поэтому любое солнцезащитное средство, во-первых, точнее, не любое, а средство должно быть обязательно с солнечной защитой, обязательно с СПФ-фактором от 15, еще раз говорю. Если пигментные пятна уже есть, и, ну, как, человек работает на улице, предположим, то, ну, где-то вот в солнце, да, сейчас он где-то работает, ходит, то защита должна быть у 25, тогда солнцезащитное средство наносить. Ну, да, или там, малые, то есть, ну, вот, я просто говорю, что не должно быть, и если там, предположим, вы сыворотку выбрали, какую-то легкую, там нет защиты, хорошо, тональную основу выбирайте, у которой есть защита. То есть, и, в принципе, очень хорошо убирает документные пятна наши средства из серебря, если им регулярно пользоваться, правильно, регулярно, то они прямо вот убирают. Первое, расскажите интересные фишки о серии Даймонд. Второе, разные СМИ дают сейчас информацию о мимической гимнастике. Дает ей такая гимнастика положительные результаты, по вашему профессиональному мнению. Я считаю, что да, дает, если я со второго начну сразу, да, там, как бы, я считаю, что да, любой уход за лицом, он дает, ну, дает на себе знать, если он правильный. Самое главное – ухаживать. Мимическая гимнастика – вещь очень интересная, причем разные варианты ее предлагаются, да, и здесь, ну, должна быть очень хорошо увлажнена кожа. И мимическая гимнастика, она направлена по большей части на развитие мышц и фасций, которые здесь прикрепляются, потому что при старении они тоже, ну, теряют упругость. Поэтому я считаю, что да, сейчас в Академии красоты и фон по уходу за кожей лица есть страница с массажем лица. Как часто его надо делать? Ну, в принципе, достаточно одного вечернего, вот вечером вы наносите крем, вот на нем и сделаем массаж. Если вот у кого сохранилась эта папочка Академии красоты, это такая папка с откидными листочками, там в конце есть там массажный, как бы, массаж лица. Пожалуйста, он очень легкий, он очень мягкий, он любой массаж улучшает кровообращение, любой массаж, как бы, способствует тому, чтобы, ну, как бы, это только плюс для кожи. Так, интересная фишка Середальна, о чем? Она очень интересная, она обладает, на самом деле, тремя функциями, то есть она стимулирует, это раз, во-вторых, именно, ну, действия, ну, как бы, стимулирует клетки к работе. Она обладает очень таким легким осветляющим эффектом, потому что там содержатся комплексы специальные, которые осветляют. И то, что там содержится мицеллярный лосьон, на мой взгляд, это только плюс-плюс-плюс большой, потому что мицеллярный лосьон, он, в принципе, на данном этапе, всех косметических средств, которые есть на рынке, это максимально очищающее очищение. То есть нежнее, чем он, и очищает ничего больше кожу. При любом возрасте? При любом возрасте. А тоник после него нужен? А? Тоник после него. Желательно к нему использовать все равно тоник. Это очищающее средство. Понимаете, как бы, в принципе, при мицеллярном лосьон все равно водой смываем, да, там, как бы, поэтому я бы все равно рекомендовала использовать тоник. Вы знаете, я хочу сказать... Как тоник его еще используется? Кто? Сонят. А это где написано? Не знаю. Вон, у девушки моя книжечка, держит, собственно. Вот там не написано, что там его как тоник используется. А великолепный средство для очищения, это не длинные. Оно, это как тоник не используется. Мицеллярный лосьон изначально возник в, скажем так, он возник, это медицинский вариант, да, это возник специальный распор, придумали, с помощью которого можно щадяще очищать ожогов у больных или больных с повреждением кожи, там, с цитопическими дерматителями и так далее, и так далее. То есть специальные поверхностные активные вещества, так называемые мицеллы, то есть не грипп ни в коем случае, да, там, как бы, они объединяются вокруг поверхности воды. Ну, то есть, точнее, вокруг одной молекулы воды окружают несколько вот этих вот капсул, да. И когда вы проводите, условно говоря, смоченным раствором по лицу с макияжем, да, то есть, ну, как вот можно представить, губка, знаете, губка, которую мы убираем, да, вот ее, если в воде смочить, какое-то пятно, вы проводите, она вот так вот всасывает, да. То есть, вот мицеллярный росьон, он поступает примерно так же, он как всасывает, как губка, все загрязнения, он в меньшей степени, вообще практически там, в меньшей степени выполняет тонизирующую функцию. Вообще, любой мицеллярный росьон, мицеллярная вода, это вот, ну, представьте, как вот губочка ведется по грязи, да, и вот она вот так вот все поднимает. Это вот такой вот вариант. Он почему и очищение? Он не растворяет, а потом там собирает, да, там, как бы, и там содержит какие-то агрессивные компоненты, нет. Он просто вот идет, ну, поднимает, вот так поднимает, поднимает, поднимает. И поэтому, ну, после него, ты смотришь, какая кожа, я бы все равно после 35 лет соблюдала бы комплексный уход и использовала бы все равно бетоник. То есть я бы, я бы, я бы, в качестве очищающего средства, я бы выбрала как очищение, максимально чадящее очищение. У кого чувствительная кожа, проблемы, там, еще что-то, вот можно его рекомендовать. Какими средствами может протянуть шею женщина 60 лет? Ну, как бы, опять же, понимаете, если мы хотим, если мы хотим какого-то быстрого результата, это крем и сыворотка, потому что шея – это часть лица. Да, ну, так, логически, да, там, как бы, чтобы мы подни ноги же, да, там, поэтому шея – часть лица. И мы, ну, как бы, если грамотно, да, то мы все равно шею захватываем в той или иной степени. И она так же, как и веки, она очень тонкая здесь, да. И поэтому, вот, чем вы, ну, как бы, это крем плюс сыворотка всегда. То есть если вы хотите быстро что-то видоизменить, это капсулы плюс крем, сыворотка плюс крем, да, и, в принципе, 60 лет. Это тайм-ревёрсинг, тайм-ревёрсинг интенс, сыворотки, они великолепны в этом плане. И они как раз обладают очень хорошим, ну, хорошим действием. Можно ли устранить нависание верхних веков? Ну, если использовать термин «устранить», можно, вот, но, как бы, я так думаю, что решить проблему. Здесь, ну, не написали возраст, потому что, что значит нависание в верхнем веке? Это может быть, ну, как, выражено, как рождённое, да. То есть это генетические какие-то такие моменты, которые я не смогу решить, ну, там, не смогу помочь. Это строение лица может быть такое, что там устранить может только пластика. Если это возрастные изменения, например, мы, опять же, вернёмся к тому, о чём мы говорили. Это комплексный уход, да, там, и активные, ну, какие-то вот активные моменты. Потому что, ну, там, с возрастом, конечно, лучше понимается. Так. Можно ли использовать аппарат «Скин-Про» при куперозе? Можно ли использовать аппарат «Скин-Про» при куперозе? Нет. Дальше, извините. Нет, нельзя. Есть небольшие пигментные пятна в 50 лет, они увеличиваются. Что применять? Ну, во-первых, ещё раз говорю. Вот когда, если дальше там ещё будут пигментации какие-то, вопросы, я буду сразу откладывать. Вы не против, но я буду читать. Но, как бы, у нас от пигментации есть два варианта. Вообще два варианта. Первое – это убрать, второе – защитить. Убрать, защитить, да. То есть, если мы видим пигмент на лице, у нас, ещё раз повторюсь, две основные задачи – убрать пигментацию и потом положить какую-то защиту. Поэтому, если у нас есть пигмент какой-то, да, то, то есть, во-первых, увеличиваются пигментные пятна. Если вы знаете, что они у вас 5 на 5, а они стали 5,5 на 5,5, да, надо выяснить проблему, и, соответственно, это врачу, да, раз. Если врач говорит, о-о-о, не, я окей, вообще с моей стороны всё окей, идите, вот там, покупайте солнцезащитное средство. Всё, тогда вы покупаете нашу серию биоклиник, которая с большим содержанием с лицилокислоты очень хорошо убирает пигментацию, или защитное осветление, да, там, флюидный крем, или активное ампеливание, то есть, в плане убывания именно осветляющего эффекта. Самый высокий эффект – это биоклиник, да, там такое. И пользуйтесь ими, и в то же время защищайте, а в этот самый, в активное солнце высокий наступный фактор. Неважно, какой, ну, там, тип кожи, защита должна. На гримах серии биоклиник написано «на сухую кожу» и как? Написано «на сухую кожу» и как? Вот и как что? И как всё, что теперь делать или что? Я так думаю, что написано «на сухую кожу» – это, ну, нет, это тоник просто, ну, как бы, любой крем, какая разница, вы же, ну, вот, вы помазали тоником, вы смазали тоником. Понимаете, ещё раз говорю, у нас инструкции для кого пишутся, вот я, чтобы, ну, просто понимать, на сухую кожу. Вот я отвечаю сейчас за вопросы на сайте «Котензий». И там, ну, такие чудные бывают, вот, девчонки, которые это пишут всё, да, там, как бы, перед тем, как, то есть, то ей мало информации, то ей много информации, да, вот здесь написано, то есть, нанести на сухую кожу. Это значит умыться, чуть-чуть промокнуть лицо, да, и потом уже нанести. То есть, ну, я вообще, я не знаю, у меня когнитивный диссонанс на этот вопрос. Мне кажется, и смех, и грех. На самом деле нет никакой разницы. И она или чуть увлажнённая кожа будет, да, там, предположим, тоником, чуть-чуть тоник, и вы крем нанесёте, или она высохнет, и вы крем нанесёте. Эффект будет один и тот же. Да, а вы представляете, как это в инструкции написать? Предварительно очистив лицо, смыв остатки очищающего средства водой. Вот на таком, вот таком. На ленине, развернуть упаковочку, да, мы типа, выкинь, все это в роте. А скажите, пожалуйста, что взять от пигментации? Ну, мы только что вот тут просто наговорили. В каких сериях есть гиалуроновая кислота? На самом деле гиалуроновая кислота есть в очень многих сериях. Я не буду сейчас, вот, она есть в серии, вот, как это, А2, ревитализм, вот это, в Оптималс. Она есть в биоклиниках, она есть в Королевском бархате, там ревёрсинг, она есть в экологене. То есть гиалуроновая кислота есть везде, где-то она есть в чистом виде, то есть там на 15 гиалуронится, да, там, как, например, в биоклиниках. А есть она соль гиалуроновой кислоты, соль гиалурона, так положим, да, это ингредиентность, ну, как бы, если там искать. Но она в той или иной степени есть везде. Но если мы не видим, что там вот именно ациди гиалуронится, как очень въедливые товарищи начинают искать, это не значит, что её нет, да, потому что гиалуроновая кислота вводится в косметическое средство в разных формах. Вот. Ну, например, как витамин С, аскорбилметилацитат или аскорбилметилацитат. Это одна и та же аскорбиновая кислота, это два варианта. Вот здесь то же самое, это та же гиалуроновая кислота, только в нескольких вариантах. Поэтому у нас во многих она есть, и, в принципе, гиалуроновая кислота, она используется по большей части для... Ну, это один из самых мощных увлажняющих компонентов у нас, ну, на рынке ингредиентов. Скинпро, как часто можно использовать, а Скинпро аппарат, как часто можно использовать, один на два раза в день. Вы знаете, здесь хочется сказать, что в зависимости от состояния кожи, честно. Потому что Скинпро нельзя использовать при повреждении кожи, нельзя использовать при чистительной коже, и нельзя использовать при коже с кожными заболеваниями или с куперозом. То есть без расположенных сосудами, с выраженными сосудами. То есть это используется на хорошую жирную кожу с расширенными порами. То есть это вот такое вот вариант более глубокого ощущения. Ну, я преподавала Алипраздель ВИЧ. Хорошо очень убирает макияж как раз. Кисточки очень мягкие, нежные. И потом только тоником надо обработать. Серебия биохриня против покраснений. Будет ли замена? Сейчас несколько того. Ну, к сожалению, я боюсь, что нет. Ну, вот на год таких сведений нет. Серия очень хорошая, точнее, продукт очень хороший. Это вот потому, что, я говорю, надо было брать. Берите их. Ну, к сожалению, да. К сожалению, да. Потому что он достаточно дорогой относительно состава. И, ну, у нас же не благотворительная компания, правильно? То есть мы же должны какую-то прибыль получать. Все равно с этого, да, там, ну, как компания Reflame, которая вложилась в это, она должна какую-то прибыль получать. А получается, что некоторые продукты, в частности, вот, ну, этот крем, да, легче иногда убрать. И в каких-то потом распродажах где-то предлагать, нежели чем держать его на постоянном... Вот скажите, какой крем? Мы не слышим вопроса и не понимаем... Это биоклиник, это биоклиник. Вы можете дать вопрос, чтобы мы слышали вопрос, но не понимаем. Хорошо, хорошо. Если мужчина хорошо... Если мужчине хорошо подошла серия с чайным деревом, мы вам каплюстоник. Обязательно ли пользоваться ему и кремом тоже? Можно обойтись без крема в возрасте 8-40 лет. Да, ну, в принципе, желательно бы использовать все-таки крем, да, то есть, здесь, например, тоже можно посылать в этот экологент, потому что у него нету различий, мужское или женское старение, на самом деле, да. И поэтому, вот, да и по текстуре он хороший, на самом... Ну, он хороший по текстуре средства. Дальше. Даме 60 лет могу и я порекомендовать и крема, и серию Optimal 40+. Да, в принципе, можете начать уход, вот начать, если она не ухаживала, да, и как бы, чтобы она с чего-то начала, да, то можно начать с этой серии. 40+, и будет очень хорошо. Можно ли девочке 10 лет использовать очищающие средства 40+, и шариковым дезодорантом? Ну, сейчас, знаете, как бы девочке 10 лет... Это не то, что мы были девочками 10 лет, они сейчас девочки... И генгей, какие девочки. Они сейчас рано взрослеют, девчонки, поэтому, безусловно, скорее всего, ну, то есть, этот вопрос совершенно уместен, и поэтому, в зависимости от развития, да, подростка, ну, как бы, если сильно идет ход отделения, если она потеет сильно, да, то, безусловно, шариковый дезодорант и вообще, в принципе, уход за собой уже, ну, необходим. А если, ну, как бы, мама просто так решила, а у девчонки нет никаких изменений, то я не вижу смысла в этом. А 10 лет, ну, опять же, смотря какое проявление, что там на лице? У некоторых 10 лет уже начинаются какие-то высыпания, да, там, а у кого-то, они, там, всю жизнь их нету, да. Поэтому, ну, 14, ну, что имеется в виду? Чайное дерево? Ну, почему бы нет? Можно использовать, да, хотя, собственно, ну, не навредит, во всяком случае. Для кого рекомендовать BB-крем? Ну, как бы, это рекомендация для всех. BB-крем – это средство, которое в себя вмещает два продукта, условно говоря. Ухаживающий крем – тональную основу. Поэтому вы, ну, как кому? Мне можете припендовать, своим знакомым, себе взять. То есть тут нет ограничений по возрасту и нет ограничений по использованию. Особенно, я говорю, вот последний крем, который у нас будет, да, он даже не содержит масел. То есть он очень, в этом плане, хороший. В каком лосьоне после загара есть масло шеи? Ну, вы прям вообще молодцы. В каком лосьоне после загара есть масло шеи? Не помню. Я сейчас реально, я вам не скажу, вот в каком лосьоне масло шеи есть, тем более после загара, я извиняюсь. Это нужно посмотреть и, ну, посмотреть составы. Так, защита СПФ в креме действия всего пару часов. Нужно крем-партоном вносить через несколько часов? Нужно СПФ? Мы сейчас говорим про солнцезащитную серию. Я правильно поняла, да, там как бы, потому что, ну, во-первых, не пару часов, а в зависимости от цвета типа, который у вас есть, от количества пигмента меланин действует, да, там, и в зависимости от того, где вы. Если вы, извиняюсь, на Крымской набережной 12 часов дня в июле месяце, да, вот, ну, здесь будут вопросы, наверное, да, там, как бы, или вы где-нибудь в горах, или вы вечером вышли, и у вас этот СПФ, на самом деле, ну, немножко, да, то, что он не постоянно действует, это верно, да, немножко некорректна здесь информация. То есть пару часов точно нет. Но наносить его повторно обязательно нужно. Он не, он, ну, как бы, ровно, вот вы нанесли средства, побыли, пошли искупались, вы вышли, уже у вас СПФ ровно в половину меньше. То есть он, как бы, водостойкий, это он защищает в воде, но вы выходите из воды, и у вас ровно в половину меньше фильтров, на вас нежели, чем до этого. Поэтому наносить после купания обязательно. То есть если вот мы про эти вещи говорим. Дальше. Влияет ли рождение ребенка на возрастной фактор в средствах ухода? Вряд ли рождение ребенка на возрастной фактор в средствах ухода. Есть ли женщины, да, в свое время рождения? Как вы видите? Нет, я так думаю, что возрастной фактор... Как вы производите? А дела есть? А женщины не возрастают? Но влияет, рождение ребенка не влияет никак. Ну, в смысле, оно, конечно, влияет положительным образом, да, там, на всех. Вот, но именно на возрастные средства никак не влияет. То есть женщине 40 лет, у нее есть ребенок, или она беременна, или нет ребенка, да, там, как бы, она, ей все равно 40 лет. То есть никуда от этого не деться. То есть если есть ребенок, это хорошо, нет ребенка по выбору, но ей все равно 40 лет, да, то есть как бы... Так. Дальше. Для чего нужно двухфазное очищение и коллаген, можно ли снимать космическую с глаз? Два в одном или три в одном? Три в одном. Двухфазное, наверное, которое снимаете, кажется, с коллагеном. Не, коллагеном. Три в одном? Три в одном. Ну, то есть двухфазное, все, два в одном. Можно снимать космическую с глаз? Ну, я бы, как бы, космическую с глаз, все-таки рекомендовала снимать нашим очищающим средством с глаз. В любом случае, конечно, для глаз. Мы говорили, да, то есть, ну, как бы... Вот. Для чего нужно двухфазное очищение? Для две фазы предполагается, как бы, там, объяснить. Когда в продукте две фазы, он, в принципе, становится достаточно дороговатым, но это уменьшает количество дополнительных каких-то ингредиентов в виде консервантов, парабенов и так далее. Потому что активным вещество становится только на момент смешивания, когда образуется одна фаза. Поэтому, в принципе, у нас есть очень много продуктов, которые не отвечают на вопрос зачем, а отвечают на вопрос кому, да? То есть мы компания, которая старается охватить не только возрастные гендерные какие-то моменты, не только для мужчин, не только для женщин. Мы хотим, чтобы для всех возрастов мужчин, женщин, да, там, как бы, для детей и так далее, для разных групп. И есть группы, которые, ну, может быть, вы к ним не относите, да? Это, которые называются «Все бегом». Да? Вот нужно бегом. А она не будет пользоваться там, вот ей долго не объяснишь вот на эту ритуальность, там, вот очищение, тоник и так далее. Но она возьмет три в одном, с удовольствием будет пользоваться, два в одном шампунь, три в одном очищающее средство. То есть это средство для той категории людей, да, которые хотят делать все быстро. Но оно также подходит для любого типа кожи и все равно требует смывания водой, на самом деле. Если что, я так на всякий случай. Любое очищающее средство смывается водой. Я сразу хочу, ну, просто почему обращаю внимание, потому что, ну, это будет правильно, если вы смуете водой или, например, протрете останки очищающего средства тоником. Солнцезащитное средство носить нужно на дневной крем или на очищенную кожу после тоника. И можно ли носить после солнцезащитного средства, наверное, на основу, если есть, необходимо декоративный макияж. То, что можно, нужно, в принципе, да, после солнцезащитного средства, если вам нужно сделать макияж, ничего не навредит, совершенно спокойно можете наносить. Солнцезащитное средство, в принципе, у нас сейчас много дневных средств с хорошим СПФ. Экологен, предположим, да, там, в Оптимус есть СПФ и так далее. Поэтому здесь дневной крем, ну, он выполняет функцию дневного крема. Но, если, например, требуется больше факторов солнечной защиты, тогда, да, в принципе, вы можете нанести сыворотку, на сыворотку нанести солнцезащитное средство и сверху нанести декоративную косметику. Это будет допустить совершенно, здесь ничего страшного нет. Единственное, что хочется сказать, что не плюсуются СПФ факторы, чтобы мы понимали, да, то есть действует тот фактор, который выше. То есть, если вы, например, сначала используете крем Экологен, там, СПФ 30, а вам нужно, ну, что-то там, выше, вы берете тональную основу, там, СПФ 15, и вы думаете, что будет 45. Да? Ну, то есть, они не плюсуются, эти средства, факторы не плюсуются. Дальше, можно ли мицеллярным лосьоном снять макияж, в том числе макияж глаз? Мне показалось, что я говорила, нет? Еще раз, как бы, ну, коснусь этой темы, про мицеллярный лосьон. Дело в том, это средство используется для очищения. Очищение равно демакияж, равно снятию макияжа, равно очищению кожи в принципе, да? То есть, это утром и вечером, несмотря на то, что даже если макияжа нет, мы все равно утром умываемся. А, равно умыванию. И поэтому, как бы, мицеллярный лосьон, это очищающее средство. Оно очищает кожу. То есть, с помощью него можно умываться. И, соответственно, снимать макияж. Да? Что касается глаз. Здесь двоякое мнение. В принципе, мицеллярный лосьон достаточно щадящий, очень щадящее, очищающее средство. Вот, но дабы, ну в принципе, какие-то фирмы рекомендуют снимать своими лосьонами. То есть, можно использовать для снятия макияжа глаз. Он нежный и очищающий. Но я, например, вот не возьму на себя такую ответственность, зная нашу аудиторию лидеров и консультантов. Если честно. Да? Потому что меня могут неправильно понять, скажем, Света сказала, что можно умываться. А в тальмологами он не тестировался. Да, совершенно верно. Поэтому я не здесь очень. Так. Как относитесь к косметическим курсам? Как относитесь к косметическим курсам Олеси Шиловой? Шишовой. Не знаю. Курс замена салона процедур косметика «Рифлейл». Стоит оплатить за этот курс. К сожалению, я приеду, посмотрю. Я не знаю, что это. Ну, не могу ответить. Дальше. Что у нас здесь? С какого возраста детям можно использовать взрослые средства? Зубные пасты, шампуни, гели для душа, крема для лица и рук. Ну, я думаю, что это 15-16 лет. Это вот самый такой оптимальный. От 15 до 18 лет. Что-то у нас народ пошел. Массовый исход народа из зала. Знаете, что давайте мы, знаете, как с вами сделаем? Мы, наверное, вот у меня осталось два вопроса, да? В принципе... Да. Не содержит масел. Не содержит масел. Я думаю, что пробегаем. А что содержит? Написано, не содержит масел, и в том числе наследство двухфазного. Текстуры жирные. А, ну, как бы, жирная текстура – это не показатель содержания масла, да? Потому что это показатель содержания жирских воскоп очищающих, которые там содержатся. Есть возражения по поводу содержания глютена. Глютена. Как развеется мнение? Ну, это у нас есть специалисты категории Wellness, да? И, в принципе, ну, я думаю, что мы через Марину потом свяжемся на эту тему, потому что есть там такое большое у нее объяснение. Так, что такое парабены и вредны ли они? Парабены – это консервирующие вещества. То есть у нас есть база крема и есть активные ингредиенты. Активные ингредиенты. База крема – это загустители, смесители, там, вульгаторы и так далее. То есть все, что делает крем кремом, приятным текстуром, хорошим запахом, удобным для нанесения, обеспечивает работу активных ингредиентов, да? База крема, чтобы крем был в хорошем состоянии, там должны быть консерванты в любом случае. Парабены являются консервантами, и они являются универсальными консервантами, которые защищают и от, скажем так, там, грибковой инфекции, скажем, да, там, микробной всякие, вирусной и так далее, чтобы там ничего не гнило и не расползалось. Вся вот эта часть, как бы, ну, я бы сказала, вот то, что в СМИ сейчас идет, это истерика на тему, там, про Бенов или, там, я не знаю, лориусульфата, бредные ингредиенты, Елена Малышева, там, и так далее. То есть все плохо, мы все умрем, везде все плохо. Я вас призываю просто быть очень, ну, внимательными к той информации, которая сейчас идет в СМИ, потому что сейчас очень много, как, вот давайте так, что человеку сделать легче, в принципе, испугать или рассмешить? испугать. Что привлечет больше внимания? Волнение, страх, правильно? Вот здесь и бывает, правильно? То есть вот, ва-а-а, ничем не пользуются. Хорошо, чем пользоваться, скажите? Ну, возьмите за лу, да, там, потрите в голову, если все вредно остальное. Парабены, эмульгаторы, загустители были и будут содержаться в косметических средствах, пока не придумают, в принципе, какую-то другую форму. Вообще, в принципе, если на средстве написано, на самом средстве написано, не содержит парабенов, соответственно, их там нет. Но есть консерванты другого плана. Парабены, содержащиеся, в частности, ну, как бы у нас, да, они содержатся в мини-мини, от мини-процента, да, то есть необходимых для консервации, но они не действуют, в принципе, на кожу. Нет ни одного доказанного научного факта официально каким-нибудь очень умным академиком там или академией, в котором говорится о том, что парабены проникли в мозг и съели там что-то кусок, не знаю, или талант. Этого нет. Ну, нет. У нас есть официальное письмо из арендимы, тоже через Марину пришел, если потом вопрос, ну, как бы, будет повторяться, да, то, в принципе, ну, Марина письмо будет, она вам передаст. Что компания нам гарантирует, что содержание, процентное содержание парабенов, оно, ну, как бы, не приносит никакого вреда здоровья вообще, в принципе. Ради интереса зайдите в любой другой сетевой магазин, там, в какой-нибудь туалет, в коже, там, и так далее. Возьмите баночку ценой 6 тысяч рублей, да, там, как бы, посмотрите волшебное слово с окончанием парабен, да, и вы увидите, что очень много, ну, как бы, на самом деле, это достаточно распространенный и очень хороший, качественный консервант. Ну, не вредит никому. Я вам еще раз говорю, парабены инертной кожи, их задача не проникнуть внутрь кожи, они не проникают, они накапливаются, ничего. Люди без медицинского образования, они сами, парабены, их задача сохранить крем до выхода из банки, чтобы он в банке не испортился, все. Они выходят вместе с кремом и просто лежат, им все равно вообще на коже. Поэтому, как бы, тут вот начинается, когда вот такой, я прям вообще, почему-то, например, не знаю, вряд ли задаются, тот, кто использует серию, какую-то косметику, ну, предположим, люкс-класса, предположим, какой-нибудь там, Кристиан Диор, Шанель, Ланком и так далее, они не задаются целью, а держатся ли там парабены? Может быть, нам тоже поднять цены, чтобы наши не задавали, кто пользуется? Ну, поднять цены до такого уровня и сказать, ну, спроси теперь. Часто за этот вопрос, натуральная косметика, состав химический, как отвечать на этот вопрос? То есть, активные действия, я сейчас объясню. Дело в том, что, когда мы начинали вообще, в принципе, изначально, это мы, когда компания, мы начинали развиваться как компания, да, и начали предлагать продукцию, мы сделали то, что на тот момент не сделал никто. То есть, если вы помните, в 67-м год, то там, как бы, это было ЕЕ в плане, все синтетическое, то есть синтетическая музыка, синтетическая еда и так далее. И, в принципе, чем больше мудреных технологий, вот в чем-то, да, там, как бы, тем это было круто и вообще-то было на волне. А мы на тот момент пошли наоборот, мы пошли от натуральности продукта на самом деле. Мы сказали, что у нас, кстати, у нас нет синтетических компонентов в качестве активных ингредиентов. У нас все активные ингредиенты, они все натуральные. И, в принципе, для, ну, это и создало вот такой экообраз, как бы, компании, да. И здесь нужно понимать, что мы, самая натуральная косметика, 100% натуральная, да, это яйцо, размешанное с медом на кухне. Вот это будет натуральная косметика, да. Есть супер, ну, как бы, косметика со сроком годности 2 недели, да, делается она на заказ. То есть, ну, условно говоря, я работаю в суперном обыкновении институте где-то делаю. Вы ко мне приходите, я на вас смотрю всякие разные исследования, вы мне там даете большое количество денег, а это правда очень дорого, да. Я вам пишу рецепт, вы с рецептом спускаетесь в лабораторию, вам там готовят, это все мешают. Да, да, там минимум консервантов, но все равно он и есть, потому что средства, ну, как бы, водные, например, экстракты и масла, да, водные, витамины водорастворимой и жирорастворимой, не могут находиться, ну, в одной баночке, если там не будет чего-то, что поможет им суммульгировать в одну структуру. Совершенно верно. Это надо, ну, как бы, понимать. А это что-то, не всегда может быть активный ингредиент. Здесь, опять же, вернемся к тому, что вот вы ко мне пришли, вы спускаетесь вниз в эту лабораторию, вам дается двухнедельная там вот такая вот, отсыпается, совершенно без задушки, потому что за задушку никто не будет платить, что-то такое вонюченькое, серенькое, непризимально выгоденное. И оно активное, да, безусловно. Но согласны ли вы, хотите отдавать две недели, ну, как бы, насколько оно активно, потому что, например, нельзя, ну, вот, например, экстракт столовых клеток нельзя ввести без определенной базы, чтобы он работал, да, то есть без определенной базы. Нельзя ввести комплексы, которые вот у нас, да, три комплекса, да, активных, нельзя ввести без базы и синтетических компонентов. Нельзя. Тут нам выбирать, да, там. Либо мы будем пользоваться, ну, яйцом и медом, да, либо мы будем использовать достаточно качественную косметику, которая действует на всех уровнях, в принципе. Еще раз повторяю. Натуральность, это имелось в виду, что активные ингредиенты, активные составляющие средства, они натуральные. Можно ли с 7-8 лет использовать шампунь и крема и гели из детской, не из детской серии? Да что ж такое? Вот мне хочется спросить, вот, кто хочет, чтобы ребенок так быстро повзрослел? Вот просто кто-то очень... А можно с 7-8 лет? А чего это для детской серии купить? А чего не из-за детской серии? То есть, понимаете, как бы, 7-8 лет, еще раз говорю, желательно, чтобы 7-8 лет другая кожа, другая микрофлора у кожи, другой иммунитет у кожи, да, поэтому есть детские серии с ноля, есть серии для этих, Диснея, для принцесс там и так далее. Поэтому желательно использовать те серии, где есть определенное количество, где написано, да, 15, 16, вот, начнем с 15 лет и до 18, в принципе, кожа плюс-минус начинается подстраиваться под взрослого, да, там, как бы, то есть она, ребенок-подросток взрослеет, это называется, да. И здесь, когда был вопрос, 10 лет, а можно ли использовать шарик в ресторан? Еще раз говорю, 10, 11, 12 лет, если есть проблемы у девочки, у мальчика, да, то есть сильное подотделение, там, какой-то вот, ну, и так далее, да, или запах специфический может быть, да, там, да, конечно, тоже не то, что можно, нужно, но если почему-то мама хочет для чего-то, вот, я не знаю, а проблем нет, тогда я не вижу смысла. Так, ну что, уважаемые коллеги, друзья, хочется сказать вам, знаете как, огромное спасибо за ту теплоту, которая была с вами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.